ПЕСНЯ Добро пожаловать на Волейбол! Дорогие друзья, мы встречаем судейскую команду. Внимание, матч судят. Первый судья, судья международной категории Евгений... Здравствуйте, как и днем ранее мы в Белгороде. На финальной серии чемпионата России по волейболу. Белогорье, Зенит, Казань. Повторный поединок. Два спаренных матча. И это особый колорит к сегодняшнему действу придает. Потому что в волейболе практически на клубном уровне редко встречаются турниры, когда одни и те же команды между собой несколько дней подряд играют. Не сказать, что формат какой-то удивительный. Но, тем не менее, есть факторы, которые могут сегодня как-то и сказаться. Вчера, правда, матч не очень длинный получился. Всего три партии. Так что для ветеранов какой-то сверхнагрузки вроде бы и не было. Но, с другой стороны, ведь сегодня совсем другая игра. Совсем другая, наверное, будет и идея, заложенная тренерским штабом. Прежде всего, Зенита в этот поединок. Потому что вчера, накануне, белгородцы оказались заметно сильнее. Сработали все тактические планы и уловки Геннадия Шипулина. И теперь ответ от его маститового визави, что сегодня Зенит предложит. Но, прежде всего, состав, конечно, нас вроде бы должен был интересовать. Вчера третий сет далеко не стартовым составом у Зенита получился лучшим. Но на игранный, подыгранный состав все-таки тренеры меняют не так уж часто. Если только какие-то форс-мажорные обстоятельства или полное понимание, что это не срабатывает. От такого, видимо, в настроениях у Владимира Олега и его помощников нет. Поэтому не стартовый состав свой, основной, выпускают. Тот, что начинал и вчера. Марух, связующий номер 8. Максим Михайлов в диагонали 18-й номер 2 центра. Николай Апаликов в номер 3, Андрей Ащев в номер 11. И доигровщики Леон в девятый номер и шестой Евгений Севажелес. Вот такой состав не очень удачно начал накануне. Но, тем не менее, я думаю, что все необходимые коррективы внесены. Но и таких неудачных, что ли, первых, как первый сет был накануне у Зенита, их просто очень редко можно увидеть в современном волейболе на таком уровне. 15 собственных ошибок. Ну, не знаю, рекорд, не рекорд. На таком уровне это очень запоминающийся момент. У Белогория, естественно, тот же состав, который весь матч вчера отыграл. Замена тому, что Пулина было по минимуму точечный, только в третьем сете. А так вот, это бригада, которая с первых минут появилась на площадке и накануне. Представим. Александр Сафонов, номер один, центральный второй центр, Дмитрий Мусенский, тринадцатый номер. В диагонали Йорк Грозер, номер девять, связующий Драгон Травец, четырнадцатый номер. Два легенера Белогория и две игровщики. Сергей Тетюхин. А вот есть одно из мнений Дмитрий Ильиных на месте Тараса Хтея. Ну, вот тот, наверное, момент, когда все-таки нагрузки белгородцам приходится дозировать. И это дело... Ну, Хтея не самый юный участник этого матча. Собственно, вот если говорить о возрастных каких-то, да, критериях, то у Зенита, вот, разве что Николай Апаликов, ему 33 года в этом году, самый возрастной. У Белогории, естественно, более есть маститые опытные игроки, так что какие-то, вот, возможно, коррективы в состав этот фактор тоже оказывает. Белогория-Зенит. Матч номер два финальной серии чемпионата России, как и накануне. Александр Сафонов на подаче. И вчерашний матч запомнился тем, что Белогория очень здорово вот первые отрезки проводила во всех трех сетах. Где-то к счету 8 уже и преимущество солидное появлялось. Сейчас где-то Зенит подхватывал вот этот первый порыв хозяев. Сейчас ошибка на подаче. Вот чем Сафонов накануне заканчивал поединок, вот, в нескольких случаях ему не удалось подать. Сегодня он с этого начинает. Апаликов, я так говорил, что он самый возрастной в составе Зенита, но при этом по современным меркам 33 года ничего тут критичного нет. Нету поля сейчас. Роман Бракин по факту выигрывает очко до своей команды, но в статистический протокол это, конечно же, не попадет. Либер не может атакующие действия выполнять, и очки ему не начисляются. Ну, это попадет в раздел ошибки соперника со стороны Белогория, если смотреть на эту ситуацию. Но действительно ошибка. Такие мячи, конечно, падать не должны. Ну, так вот, Апаликов 33 года. Это вообще не проблема. Хтей этого же возраста, но мы знаем, у него были проблемы последние годы, и травм немало пришлось ему заничивать. Поэтому, возможно, вот нагрузка до второго матча у него дозированная. Это часто встречается в тех видах спорта, когда два дня подряд играют, и после каких-то серьезных травм вот такая нагрузка на два дня, она не всегда показана, что ли. Посмотрим, как получится у Ильиных. У Хтей много таких достоинств, безусловных, и накануне он их проявил. Ну, пусть процент, а так, может быть, не самый там выдающийся, но самые нужные мячи он выиграл. И в концовке третьего сета, когда все было сшатко, очень важную подачу на вылет выполнил. Так что вот то, чем запомнился Тараскей, наверное, мы его сегодня на площадке, может быть, и увидим. Опять же, все зависит от того, как будет сценарий этого матча развиваться. Ильяных. Ошибается Севажелес, но вот это вот самая большая проблема Зенита, накануне количество своих ошибок, прежде всего, в атаке. Там подачу можно, наверное, так сильно не разбирать, кто сколько раз ошибался, ничего там такого неожиданного не было. Но редко бывает, что в атаке команда наошибалась больше, чем при подаче, собственно. Вот такая вчера ситуация была у Зенита. Девять ошибок на подаче и в атаке значительно больше. В итоге все это, конечно, не позволило казанцам, наверное, лучшую свою игру показать. Сегодня может быть совсем по-другому. Пока, впрочем, в Белогоре ситуацию вполне себе контролирует. Прекрасная атака Георга Гроцера, который накануне продемонстрировал, что он в прекрасной форме. Но из того, что вчера бросилось, в глаза видно, что Белогорье, если не на пике, то близко к нему находится. И Мусерский чудо-матч выдал. У казанцев же посложнее ситуация. Мы видели, насколько хороша команда была в финале Лиги Чемпионов, но это было три недели назад. Так долго, вот на пике формы находиться не очень просто. И в подготовке к этой серии, ну не случайно, там казанцы даже пытались, наверное, чуть пораньше эту серию перенести. Им вот то состояние растерять весьма-весьма не хотелось. Но у Белогородцев была плановая подготовка именно к этим датам. Естественно, консенсуса здесь достигнуть не удалось. Всего желез. Сетка смягчает длинных эту подачу. Венадий Блок старается выводить Тетюхина. Ну, с Маруфом тот и накануне легко один в один разбирался. Дмитрий Мусерский отправляется подавать. Ну, вот тот момент, обратите внимание, где прыгает Мусерский. Это вот одна из тех тактических новинок, которую Геннадий Шипунин для этой серии приготовил. Мусерский взлет за головой, максимально для Тетюхина растягивается блок, потому что центр, он все равно при всех раскладах больше смотрит на Мусерского. Ну, не открытие это Шипулина, да, просто грамотно вплести, что ли, в командную игру вот этот элемент. Ему удалось, и это действительно неожиданно для соперника. Нечто подобное мы видели, как играл, ну, скажем, Лукас в составе сборной Бразилии. Правда, у него там забегание чаще, больше вот на женский такой вариант. С одной ногой он часто толкался. Но Мусерский так играет. И как играет Мусерский, говорят, цифры ярче всего. Мы вчера очень много обращали внимания на игру Леона. Ну, давайте вот пока все-таки начало матча можно отвлечься. Я все-таки эти цифры приведу, они удивительны просто. Леон вчера 34 раза атаковал. Вот на таком блоке против команды, у которой все получалось, он 60% результативности наколотил. Представляете, при такой загрузке в третьем сете 11 атак из 15 реализовал. Ну, цифры... У многих за матч таких цифр не бывает. Я имею в виду и количество атак, и количество результативных. А уж процент сами можете посчитать, какой был в третьем сете. Вот это тот, наверное, Леон, которого тут все, естественно, в Белгарде побаиваются. И на которого так рассчитывают болельщики Зенита. Безусловно, сегодня он должен свою лучшую игру показать. Ясно, что он главный удар на силах казанского клуба. Но, вот глядя за Леоном, как-то упустил я цифры Мусерского. Да, вот, казалось бы, ну, забивает Мусерский свои мячи и нормально, что что-то удивительного. А цифры, цифры выдающиеся. 17 атак из 22. Вообще, во-первых, сами понимаете, какой здесь процент. Но при этом сколько атакует центральный, да, и с этим процентом. И вот тут Мусерский, конечно, блестяще отыграл. Так что здесь касание сетки, по-моему, там у кого-то из белгородцев арбитр зафиксировали. Ну, давайте посмотрим. Больше всех недоволен был Ильяны. Да, пожалуй, что вот не видно было, чтобы он троса коснулся. По-моему, там все-таки пониже было касание сетки. Но это непросмотрный момент, наверное, об этом сейчас арбитры Сергею Тетюхину подсказывают. Он там на правах игрового капитана, раз Сергея нет на подачу, то Тетюхин, наверное, это все выполняет. Поговорил с арбитром встречи, кстати, заодно и представлен, как и накануне, та же пара, но в обратной последовательности, что ли. Первый теперь Евгений Макшанов из Санкт-Петербурга. И Андрей Зинович из Ростова-на-Дону ему помогает. Ну, прошла атака у Леона, но вот опять второй матч подряд все-таки как-то немного не собранные реказанцы в начале игры выглядят. Может, это с ними сыграть свою шутку. По направлению вроде Леона здорово атаковал, но мы знаем, да, насколько этот игрок может выпрыгивать как катапульта вверх. И здесь как-то небрежностью какой-то в этой атаке веяло, поэтому я думаю, что сейчас для Владимира Олепна очень удобный повод во время технического тайм-аута все это своим подопечным. Вновь подсказать, обратить на это внимание, что здесь в Белгороде очень опасно с такими вещами шутить, особенно когда команда хозяев на ходу. Так что в итоге два из самых результативных игрока вчерашнего матча. Леон и Мусерский по 23 очка. Вот так вот. Один доигровщик, второй центральный блокирующий. Леон на 12 атак больше произвел. А Мусерский оказался намного-много эффективнее. То, что мы иногда задолженно и принимаем. Ну, представьте, на этом уровне выдать такую фееричную игру. Волейбольный гол в Белогорье продолжает дарить болельщикам сувенирует Кара Степана. Это ровно столько же, сколько у всего Зенитова будет по ходу вчерашнего матча результативных. Ну, пока хватит о цифрах. Может быть, какие-то еще поводы будут обратиться к вчерашнему матчу. Внимательно следим. Полный круг прошли команды. Вновь после технического тайм-аута с Афонов на подаче. Не рискуя слишком много, он их растерял. А здесь Максим Михайлов. Ну, нерискованная подача, значит, большая вероятность хорошей доводки. То, что мы сейчас и видели. Ну, и Сафонов, возвращаясь к вчерашнему матчу, уточнил естественное после игры. Да, это была тактическая задумка. Абсолютно здоров Артем Смоляр. И вот этот сюрприз, который Геннадий Шипулин в виде молодого центрального приготовил для Сенита, он ведь в какой-то мере свою роль сыграл. Естественно, в Казанской команде не очень были довольны, как связующие накануне сыграли. Мало что получилось первым темпом, даже если по количеству атак смотреть суммарных. Ну, вот пять у Ащева, три у Волкова. Восемь атак на три сета – это очень-очень мало. А Паликов не атаковал вовсе. Ну, для сравнения, хотя в случае с Мусырским, наверное, сравнение неуместно. Да, это Мусырский, и у него другие совсем задачи, его по-другому заигрывают. У одного Мусырского 22 атаки первым темпом. Ну, может быть, не все первым, там, по-моему, парочку высоких мячей он ударил. Но вот в целом 22 атаки. При этом молодому вот Сафонову тоже шесть мячей адресовалось больше, чем Ащеву в Зените. И Сафонов четыре из них реализовал тоже прекрасный процент. Травится! Подача на вылет 11-7. Ну, честно говоря, совсем другой Зенит ожидал сегодня увидеть. И пока, пока что-то больше похоже на вчерашний день. И нельзя исключать, что Владимир Олегов очень быстро откажется от этого наигранного варианта состава. Потому что вчера были замены, быстро Апаликов сел, уступил место Волкову, потом Спиридонов заменил Сева Железа. С другой стороны, вы знаете, вот нельзя так и наверняка сказать, что кто-то из этих игроков усилил игру у Зенита. Так заметно, чтобы это как на ход матча сказалось. Скорее уж, выход Кобзаря на передачу и его упрощение игры в сторону Леона. Вот, наверное, тот фактор, который, ну, вроде по простому пути и сопернику должно быть проще. Но только не в случае, когда Леона это касается, когда тот на ходу. Третий сет запомнился своей упорной борьбой. Много было сетболов у Казани. Она их упустила. И сегодня... Пока борется за свой первый выигранный сет в этой серии. Нет, не было здесь игры на стороне соперника. Здесь все абсолютно по правилам. Мы это на повторе видели. Хотя могло кому-то, наверное, из белгородцев показаться подобное. Михайлов. Хороша подача. Ну и Роман Брагин на высоте. Опять взлет за головой. Сложной ситуацией соорудили белгородцы. У Лусарского не было время там менять направление атаки. Он небольшой такой перевод сыграл. Сильно ударить не получилось. А выручил блок. Блок, который... Получился очень-очень здорово. Не часто Гроссера увидишь в блокирующем четвертой зоне. Вот здесь по ситуации он не успел поменяться. Слишком быстро вот эта... Доигровка у Казани была сыграна. Ну и... На радость белгородцам все это получилось. Леон. Пайп такой, знаете... На пределе. Ведь там тянулись руки белгородских блокирующих. Но через тык. Аккуратно прямо вот через тык сыграл Леон. И там высоты блока не могло быть. Потому что сносились руки в Ике. И у Тетюхина, и у Мусарского. Все это помогло. Скубинцы набрать важное очко для Зенита. 12-10. Тетюхин поверх тройного блока. В площадку как арбитр на линии фиксирует. Мне было интересно, попадал мяч или нет. Потому что глубоко там за лицевой линией обронялся сейчас Евгений Сиважерис. Ожидая, что уж тройной-то блок, Тетюхин поверх обыгрывать не должен. Но это Тетюхин, в конце концов. Грамотно использовал все-таки тот факт, что Маруф не самый гигант. 190 рост. В общем, не сказать, что и маленький совсем игрок. Но вот Тетюхин его обыграл. Завидит такая же ошибка у Сиважериса. А вот причем метр на четыре, наверное, от площадки. Не первый его промах. И Алексей Спиридонов. Первый пошел. Очень рассчитывал, конечно, на более сбалансированную игру одного из своих доигровщиков Владимира Олегна. Сиважерис должен давать качество приема. Но какая-то атака при этом должна быть. Маловато только приема от него ожидать. И вот сейчас Спиридонов постарается более сбалансированную игру показать. Накануне ни у того, ни у другого. Гениальной игры, мягко говоря, не получилось. С 31% в атаке у Сиважериса, 38% у Спиридонова. Просмотр сейчас будет. Считают зенитовцы, что мяч в площадку попал. Почему-то активно там жестикулирует и чем-то недоволен и Шипулин. Собственно, это же право Олег набрать повтор. Успокаивает так. Улыбнулись друг к другу. Хорошие сейчас взаимоотношения между этими наставниками. Не часто такое бывает. Были периоды, когда и пикировались они на страницах различных изданий. Но вот в последнее время одинаково взгляд на многие моменты. И с удовольствием общаются по наших самых титуловых наставникам в российской истории. Мяч в площадку попал. Достается он зениту. 14-11. Счет на табло. Ну и просмотр. Право посмотреть у зенита осталось. Вот вчера был момент, когда этого права в какой-то момент Белогорию не хватило. Неудачно они воспользовались. Там Гроцер сам забил в аут и ему же показалось, что не может такого быть. Уговорил он Шипулина взять просмотр. Аут там был достаточно заметный и невооруженным глазом. А вот потом был момент, когда Леон подавал. А это большая проблема для принимающих всегда. И всем показалось, что был заступ. А вот перепроверить уже возможности не было. Так что порочительнее надо к таким моментам относиться. В конце концов, просмотр еще является и тактическим инструментом для многих наставников в современных реалиях. Маруф. 15-12. Его команда пока проигрывает. Ильяных, ну, по-моему, не успел я свою мысль закончить. Вот с появлением в местах Тея Ильяных, казанцы, видно, что на него тактическую свою подачу всю обрушивают. Понимают, что вот этой тройке принимающий Дмитрий Ильяных наименее, что ли, искушен в этом элементе. Ну, Тетюхин, Либера, тут вообще в этих людей подавать не всегда рекомендуется. Поэтому понятно, что Ильяных много, придется сегодня в приеме потрудиться. Гроцер ошибается. Или касание блока. Нет, касание блока арбитр увидел. Рядом с ним все происходило. Казанцы не спорят. Второй технический тайм-аут. Трехочковый перевес Белогория сохранила. Вербол, по-моему, даже мяч задел, потому что мы видели, да, мимо Леона мяч далеко пролетел. А не задень мяч Верболу, может быть, в угол и угодил бы он. Ведь там аута очень небольшой был. Все, все, держите, держите. И большой привет всей стране. Много вчера замен сделал Владимир Олег. Но вот Шипулин был как никогда сдержан в этом отношении. Обычно он много и охотно в концовках сетах манипулирует игроками и такие точечные усиления для своей команды. Но вот вчера в первых двух сетах настолько все было хорошо у него. Шипулин даже потом с симфоническим оркестром, хорошо отлаженным, свою команду сравнил. Вчерашнего образца, понимая, что сегодня может быть и по-другому. Так вот, он первые две сетах обходился без замены. И лишь третья партия, вот эти самые точечные замены в этой длинной, тяжелой концовке. Они, конечно, все там пригодились. В том числе и с тактической точки зрения. Где-то и пауза нужна была, и перерывов явно не хватало, настолько эта концовка затянулась. Кетюхин, 16-13. В Леона окрученная подача и не справляется кубинец. Очень неудобная высота для него что ли получилась. Как-то на прямых ногах он этот мяч встречал. Ну и, соответственно, жестковато обработал, видим. Да, вот поднимался вверх и раньше начал это делать, чем из нижней стойки. То есть, до себя не мог определить. Площадка, аут. И еще раз у него Тетюхин. На сей раз Леон повнимательней и потехничней. Ошибается Максим Михайлов. Да, многовато, многовато. Не столько, конечно, как накануне. Там было 7 ошибок в атаке первой партии. У Зенита, ну, все-таки, слишком большую роскошь себе казанцы позволяют. Михайлов обман на удар. Не так часто Максим к ним прибегает. И, в общем-то, все это достаточно неожиданно выглядело. Видите, страхующие игроки глубоко там окопались, ожидая сильного удара на своих позициях. И ближним оказался Роман Брагин, но с большим опозданием. Леон. Сетка чуть-чуть помогает Брагину, а Ильяных ошибается в атаке. На подаче Леона это, в общем-то, такой, знаете ли, тревожный момент для любой команды, которая принимает подачу Леона, когда она у него летит. Сейчас ведь сетка может и не помочь. Совсем-совсем труднее будет. И в Ильяных пушечная подача кубинца. Ну, вот о чем я говорил, да. Надо сниматься и сниматься гарантированно с этой подачи, если есть доводка. Ну, гарантированно сняться это, если есть Мусевский на площадке. А сейчас как раз та расстановка, когда его нет. 18-16. И безнадежное минус 5. Очень быстро для казанцев преобразовалось. Двухочковое отставание. И Шипулин, конечно же, берет сейчас тайм-аут. Не казать. Поменяли казанцы форму. Переоделся и тренерский штаб. Все вот такие вопросы, приметы, суеверии соблюдаются. Победившая команда ничего не меняет. Проигравший меняет все. Ну, а зенитовцы сами на полном серьезе считают, что вот голубая форма для них более фартовая. Они в ней выиграли Лигу Чемпионов. Другие, наверное, какие-то трофеи. Так что, если это можно назвать каким-то мешающим, избивающим фактором, то вот есть легальный способ его устранить. И мелочей здесь не бывает, поверьте. Очень многие серьезно к этим вещам относятся. Блестящая атака от Гросера. Могучий нападающий. Александр Сафонов, 19-16. Ну, и с подачи Леона в Белогорье после тайм-аута слезло очень важный момент. Но Сафонов упорно не желает подавать. И вот Шипулину придется подумать об этом моменте. Замен на подачу накануне не было. В основном на блок он выпускал Ильяных, Богомолова. Косарев вышел до приема на задней линии. А вот на подачу Силинина не делал. Вполне Максим Жигалов для этого может пригодиться у Белогорья. И если Сафонов будет так много и часто ошибаться в этом отношении, в других элементах, я так понимаю, игра Шипулина его абсолютно устраивает, то эти замены мы рано или поздно увидим. Пока кредит доверия не исчерпнет. Травится. Леона. Леон с этой подачей справляется спокойно. И не смягчает блок его атаку. Троем Белгород сейчас на него поднимались. Но все-таки, опять же, пришлось чуть в сторону руки сносить. И никакой высоты в таком блоке, ну, я не беру и Мусарского, Ильяных сейчас там, видите, через его зону, через стык пошел Леон. И там без высоты блока, конечно, не остановить выбиться. Михайлов. Хороша подача. Брагин максимум, что смог, это выбить вверх. И Виктор Полетаев, который, ну, я так понимаю, начинается двойная замена у «Зенита». Отпадает Михайлов и Игорь Кобзарь будет на площадке. Пока есть Полетаев и сразу разжился очком. Ну, заслуга здесь, конечно, Максима Михайлова. Прежде всего, 20-19. Как и накануне, Казанцы к счету ближе к концовке подровняли ситуацию. Но все-таки тогда концовка за Белгородом осталась. Есть у них Мусерский на передней линии сейчас, и есть чем ответить Леону. Естественно, 21-19 важнейший момент, и Леон их отправляется подавать. Ну, и Игорь Кобзарь, соответственно, как и было объявлено на площадке. Полетаев-Леша, сейчас он в четвертой зоне. Не все диагональные леворуки там любят нападать, и нечасто передачи в таких случаях на них адресуются. Посмотрим, что будет сейчас. А если не так, то Леону. Нет, за голову Спиридонову. И Спиридонов разрыв блока бьет. Ну, вот не Леону, а Мусерский все равно на долю секунды в центре вынужден задержаться, чтобы в этом убедиться. Потом, вот смотрим, да, и потом в край уже просто не успевает. А передача широкая, хорошая, под антенну все четко сделали. Александр Косарев вместо Ильиных в концовке на приеме. Я думаю, что в каждом из сетов, если Ильиных будет сегодня оставаться в игре, мы что-то подобное будем видеть. Может быть, там в те и появятся до приема. Тоже такое нельзя исключать. Мусерский и Верба в блестяще играет в защите. Что Леону с места, но очень удачно по рукам. Показалось, что мяч у него за головой остался, что вот он пришел раньше не на ту передачу, которую ждал. Но техника и высота прыжка все-таки великолепны. Видите, да, пришел и тянется назад. Но пластика сумасшедшая, конечно. Отчет 21-21. Бравенство Ассетто очень важный. Если Белогоря с такого преимущества его уступит, Казань совсем по-другому может заиграть. Спиридонов. Роцер низковата была эта передача. Выручил немец своего приятеля легионера. Драгон травится здесь, но низко, просто откровенно низко. Прочувствовать, наверное, должен был Виктор Полетаев, что удара не будет, чуть ближе подтянуться. Но тут разбирать всегда легче. Но Саерский не подает 22-22. И шансы Казани тем самым подрастают, потому что он уходит на заднюю линию. И вот сейчас целых три расстановки будет отсутствовать. Самый надежный атакующий Белогорье, а может быть и не только его. Ащер на подаче. Тетюхин. Ну, концовки это его время. Сам принял, сам забил. Но с однишком, вы знаете, Ащер в центре сетки задержался. Ну, надо было понять, да, в какую длинную сторону пойдет передача. Хотя вчера был момент, и для меня несколько удивительный, по-хорошему наглый со стороны Травицы, когда на сетболе он Сафонову передачу отдал, повторюсь, всего шесть раз он это делал. Но вот тут рискнул самый пиковый момент. Счет там не помню, что-то в районе 28-29 там было в тот момент. И могу ошибаться там на очко другое. Но суть такова. И не побоялся отдать. Может быть и Шипулин такое указание отдал. Всегда в работе этого тренера такие поздоровым аватюрные решения, часто приносящие результат, присутствуют. Но вот накануне такой момент был. Повторюсь, для меня достаточно неожиданный. Наверное, и для блокирующих Казанского Зенита в тот момент тоже. Дергер Ротцер еще один игрок, который своей подачей может многое решить. И он это делает. Пушечная подача буквально сносит с ног Алексея Спиридонова. 24-22. Вчера Гротцер в концовке третьего сета. Тоже могучую подачу на вылет. Ну, посмотрите, прыжок каков, а? В настящее физическое состояние. Сейчас немец находится. Силы, энергии, ну, вагон просто. Ну и тайм-аут. Олег тут по-другому поступить просто не мог. Понятно. Может что-то он, конечно, подсказать Спиридонову. Но, как правило, это, ну, более заряженным быть. И просто выбить вверх, и пытаться довести. И, благо, потолки в космосе высоченные. И опасности, что мяч его заденет в потолок. Я имею в виду минимально. В этом случае, такие вещи надо делать. Посмотрим, как Гротцер. Насколько он уверен в себе, чтобы рисковать и после тайм-аута. С другой стороны, он дело-то уже сделал, да? Брейковый мяч выиграл. И сейчас плюс Богомолов на площадке вместо Травицы на блок. А если будет выбитый прием, лишний блокирующий будет совсем не лишний. Леон. Вот. Тут хоть и два центральных его блокируют. Но, кстати, отметим, что сейчас Кобзарь не стал перестраховываться. Достаточно быструю передачу при этом выполнил. Смотрим, да, высоко, быстро в край. И опять же, центр чуть-чуть не успел. Вроде бы Сафонов все понимал. Но насколько все стремительно произошло. 24-23 с сетбола «Белогория» с приема подает Виктор Политаев. Ближний трос отлетит подача. Задумка вот Олегна с двойной заменой переломить ход этой концовки не сработала. 25-23 и 1-0 в пользу «Белогория». Дорогие друзья, в эти дни много поздравлений, много приветов шлют нашей команде болельщиков. И сейчас я хочу предоставить слово представителям Велгородского городского казачьего общества. Казаки у нас в гостях. И я хочу предоставить слово Сергею Ивановичу Делеглазу, заместителя нашего Адамана. Примите во благо наше поздравление. Поздравление на путь. Рудный край, город в нем клевосольный. Как святыней гордится страна? Белгородщиной гордо и вольной. Величава, красива, сильна. Черноземье науки столица. Плакить мудрости, город студент. Колыбель, мастеров олимпийцев, ярких орден и зеленостей нет. Емельяненко, наш это школа, не сгибаемая крепость ведут. Сладиатором русская школа, где соперники солнечных. Виртуозов, чей креста шипули, в мире спорта легко подсчитать. Из шести, кто к олимпу шагнули, белгородцам заслуженных пять. Как породам, божественным слуху, в рву защиты держальным огнем. Хомучкинский, Серега Тетюхин и Емтошенко с левым планов. Просветай, богатей город белый, хорошей от победы веков. По характеру горло и смелый, как в атаке душа казаков. Спасибо казачьему обществу и атлодисменты за поддержку от Байконова до казаков. Все-все болеют за Белогория и, конечно, шоу-группа Лидер Дожи. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, блестящий первый сет. Два очка преимущества Белогория. Естественно, мелочи какие-то все решили. Вот я смотрю на статистику. Одинаковый процент приема и у тех, и у других. Процент атак тоже практически одинаковый. Но вот два момента. Пять ошибок против одной. Это в атаке у Зенита. Пять ошибок. Опять же, слишком много для одного сета. И подача. Три эйса против одного в пользу хозяев. И помним о концовку, да, когда к равному счету команды подошли. Именно эйс Георга Гроцера оказался решающим. Ну и плюс нападение. Цифры от которых просто дух захватывает. Одиннадцать атак Леона. Девять результативных. Восемьдесят два процента. Ну и есть и оппоненты, да. Георг Гроцер. Семь атак шесть реализовал. Восемьдесят шесть процентов еще больше. Ну и пока. Пока решена вот, можно сказать, локально проблема Мусерского. Если вчера он больше семидесяти процентов имел. Сегодня одну атаку из шести пока только реализовал. Это вот достижение Зенита. Но при этом у них вот выпал Максим Михайлов. Видите, вот такие вот перепады. Но оно так не может быть по-другому. Здесь на каждое действие есть могучее противодействие. И ошибки некоторых игроков. Это не только их ошибки. Это вот то, что заставляет делать соперник зачастую. Михайлов две атаки из девяти. Вот такие полярные цифры мы видим сейчас. Хотя после второго сета, не сомневаюсь, здесь они изменятся. Такие проценты, как Гроссер и Леон держать, это, наверное, просто невозможно выше человеческих сил. Хотя, как знать, по-моему, здесь ничему уже удивляться не приходится. Ну и добавит Мусерский с Михайловым. Тут я не сомневаюсь. Мусерский в чем-то зависимый игрок. У него вот в эти атаки многие были очень сложные. Да, ведь он при этом ничего не проиграл. Просто смогли смягчить, смогли поднять. Ну, собственно, то, что и надо делать, на что настроены игроки Зенита. Михайлов поправляет свой процент прямо сразу же. После того, как мы об этом поговорили. Прекрасная атака. 2-1 в пользу Зенита. Но то, что очень не хватает казаться, это полидировать в счете. Выигрыши с этой, понятно, надо вести речь, но они ведь и впереди не были. По сути, вчера только вот на сетболах полидировал Зенит. А какого-то отрыва иметь этого не было абсолютно. Мусерский. Удобные передачи. Длинную зону на сей раз они решили сыграть. Стравиться и пришлось чаще улететь в сторону. Конечно, по высоте он тут уже ничего с Мусерским поделать не мог. А передача была максимально оптимальной. Вот по высоте. Сейчас для нападающего Белогория. Ильяных. И у него пока с подачей не здорово. Если говорить об этом элементе, то усиление здесь Белгород пока не получило. Потому что Хтей накануне очень неплохо с тактической точки зрения отпадавал. А вот Эйс, повторюсь, в концовке третьей партии там едва ли не ключевым. Для развития событий оказался. Вполне мог усилить эту концовку и выиграть. Не будь его. Мусерский. Есть смягчение. Подняли вверх. И Леон тут понимал, что без прыжка там близкие шкетки еще мяч. Тройной блок. Вот здесь все поудобнее. И Брагин в защите пластается. Быстро в край моров. И тут уж что-то можно поделать. В угол укладывает мяч Леон. Тут еще исполнение идеальное. Просмотр не потребуется. Гроцер так выразительно на Шипулина посмотрел. Тот ему отказал в этом праве. Он все видел. Мяч попал в площадку. Спиридонов. Остался у Зенита на второй сет. Так слегка подправленный вариант. Замена Спиридонова и Севажелеза достаточно давно произошла. И после этого игра... Но не из-за этого. Но после этого все-таки она немножко подровнялась. Зенит погоню осуществлял. Догнал соперника. Здесь касание блока. Тетюхин находит руки блокирующих. Не согласны с этим категорически казанцы. Просмотр на это невозможен. Нам трудно определить, что там как. Владимир Олегович в дальнем углу в этот момент находился. О чем-то с запасными беседовал. Ну, касание блока вряд ли он там мог видеть. Как реагируют казанцы, скорее всего, действительно, его там не должно было быть. Обычно все-таки игроки их знают, если касание это было. Чуть по сдержаннее себя ведут. Трудные для судейства вот эти моменты. Сейчас замечание Евгения Макшанова сопернику выскажет. Ну, счет такой, что, наверное, пока не стоит так сильно отвлекаться. Я понимаю, что у зенитовцев не все получается. И сейчас вот был тот самый момент, когда они действительно могли уйти в отрыв. И, наверное, с этой точки зрения их понять можно. Но надо быстро включаться в игру. Обратно. Итак, зенит впереди. 4-3. И вот лучший ответ на подобные ситуации. Блестящая атака первым темпом Мащева. То, что так зениту не достает в эти дни, это угроза в центре сетки. Чтобы прихватывать там центральных, придерживать их. Чтобы эта угроза постоянно там в умах сидела. Ротцер мимо двойного блока продолжает. Немец свой высочайший уровень сегодня поддерживать. С хорошим настроением отправляется на подачу. А его команда 1 очко уступает. 4-5. Тоже высота атаки какова, да? Ведь Ротцер все-таки пониже будет, чем ли он. Но физически очень одаренный игрок. И очередная его подача тому свидетельством. 5-5. Второе из сегодняшнего матча Георга Гроссова. Вновь пушечная подача. Ну как мог выбил сейчас Вер Спиридонов. Есть ли он, который может любой мяч атаковать? Сейчас он, конечно, не с максимальным риском, что ли, это делал. Это аут. Это аут. И касание блока там не было. Хотелось бы Гроссову, чтобы оно было. Но начинают страсти гореть. Разгораться точнее. Нет, ну не было там касания. Через край. Так уже эмоции начинают выплескаться. Ну что ж. По-другому, наверное, быть и не могло. Паруф. Подстраховал Травица Сафонова. Последнее касание при этом. Видимо, этому партнеру об этом подсказал. Поэтому перебрасывал Брагин. Тетюхин. Тройной блок. Как же грамотно, а? Фантастика. Ну все, небо перекрыто. Часто Тетюхин видит тройной блок. Обманный удар выполняет. Здесь снизу вверх. По рукам. Понятно. По замыслу, а вот как же трудно по исполнению. Да еще так, чтобы невозможно было до этого мяча добежать. Шесть-шесть. Подача в аут. Ну, понятно, что те, кто может подавать на вылет, те сегодня рискуют. Эти ошибки так или иначе будут в определенных количествах. Но вот чем ответит Леон. Очень важный момент. Технический тайм-аут рядом сидит. Хотелось бы с преимуществом уйти. И это получается сделать. Ильяных не справляется с этой пушечной подачей. 8-6. Технический тайм-аут. Как и в первом сете. Да, получается, после эйса. Для проигрывающей команды как раз очень своевременно технический перерыв. Который, ну, по идее, не на пользу подающим. Мы понимаем. Это пауза. Спокойно, что будем сейчас с Ильяных беседовать. Ну, понимает, да, что вот есть вещи, которые надо просто пережить. Как с ними справиться, ну, трудно понять. Могучая подача. Хорошо, если мяч прямо в тебя летит. Там есть какой-то шанс сарматизировать. Если начинаешь руками в сторону тянуться, обрабатывать невероятно трудно. Так что тут не то, что элемент какого-то везения, но... Очень важно, как эта подача летит. Алион, ну, мало того, что сильно, он еще и тактически попадает к нужному для себя игрока. Да, ведь это второй подобный случай в сегодняшнем матче. Стало быть, речи случайности здесь не идет. Не подвинешь игрока, который ошибся в приеме ближе к линии, там побольше на себя не возьмешь. При силовой подаче практически невозможно. Иначе просто не успеешь реагировать. Брагин. Вот как раз тот случай, когда мяч с него удобно летел. Обработал он блестяще. И Георг Гроцер нам продемонстрировал, что не только пушечные удары, есть в его арсенале. Хотя, казалось бы, один блок, как приглашение к сильной атаке. Ну и он понимал, да, что защитник уходит назад. Чтобы сильную атаку там встречать. Чтобы перед собой мяч оставался. А ведь тут очень трудно перестроиться. Сафонов. Ну вот и у него что-то прорезалось. И это вполне могло быть результативным. Но так не рискнул Мусерский до конца, что ли, атаковать этот мяч. Наверное, боялся сетки, коснулся, я так понимаю. Ну а Зенит справился. Поднял мяч и... Хорошая атака Алексея Спиридонова. А вдруг травится через тройной блок. Очень все технично. По линии классно. А Паликов, где же его могучие подачи? Так они Зениту нужны. В один блок Ильина их попадает. Вообще у казанцев ни одного результативного блокирования не было. В первом сете. В той статистике, что перед моими глазами имеется. И вот сейчас один в один. Максим Михайлов. 10-7. Ну что ж, это уже первое такое весомое преимущество Зенита в этой серии. Насколько весомое он это? Получим ответ от Белогория. Первый пайп, по-моему, Белгород сыграл за два дня. Тоже, наверное, не самый ожидаемый момент. Есть кому играть. Например, вот с выходом Ильяных я думал, что почаще Белгород. Ну как почаще? Если не было ничего, то даже один раз это почаще. Ну, я к тому, что будет регулярно, что ли, это использоваться более-менее. Пока, наверное, нужды нет. Травец видел, насколько хорош Гроцер. Спокойно в края через него играет. Мусырский у него есть. Хватало этого. Какой же мяч поднимает Леон? Ногой сейчас. Ну, тут уж извините. Есть удары, которые выше человеческих возможностей для защитника. И атакует Дмитрий Мусырский. Два очка Белгородцы к ряду берут. Травится. Алексей Спиридонов. Максим Михайлов будет подавать у «Зенита» 11-9. Ну что, Спиридонов добавил, да, немножко мощи «Зениту» относительно начала этого матча. Это абсолютно точно. Да, не безошибочно. Да, в приеме против силовой подачи есть у него проблемы. Ну, тут как подают-то? А с другой стороны, вот очень нужных, трудных мячей он забил. Вот угроза от второго доигровщика на «Зенита» очень сильно нужна. И вчера, и вот, может быть, этого фактора и не хватило. При среднем проценте у Михайлова получилось, но слишком много пришлось грузить Леона. Понятно, что он забивает с большим процентом. Но все равно это упрощает, хотя бы с тактической точки зрения, сопернику жизнь. Да, закрыть трудно. Но когда шанс какой-то предоставляется, это совсем по-другому. А это Тетюхин. А это выдущик. Посмотрите, на ровном месте белгородцы соорудили вот этот маленький шедевр. Первое касание, вроде бы, до связующего, да? А передача ближнему Мусырскому. Тот с места атакует, причем еще Маруфно дернулся на Тетюхина. Тот это видел и понимал, что перед Мусырским, если будет, то один блок. Зачем тут мудрить на три касания? Ильяных. 11-11. Вновь сложности у Спиридонова, но он может исправляться в атаке. Тетюхин успевает третьим на блок. Михайлов. Было касание блока. 12-11. Зенит впереди. Какая же борьба. Как же все это здорово и красиво. Вы знаете, настолько это вот все интересно. Со многих городов сюда приезжают болельщики посмотреть. Ну вот такой даже факт у меня несколько удивительный. Тут даже из Южной Кореи представители одного клуба прибыли. И не до каких-то там трансферных поисков нет. Им приехали посмотреть вот волейбол такого уровня, которого больше нигде не увидишь. В Корею таких игроков, ну можно наверное заманить. В конце концов играл же там Симон в прошлом сезоне, кубинец блестящий центральный. Но в Корее один легионер всего по-моему разрешается. И естественно, что игроки такого уровня, они какой-то определенный перекос смогут создавать на фоне местных игроков. Поэтому вот такой строгий лимит. Но посмотреть вот на таких мастеров, представляете, какое расстояние надо было проделать. Я не знаю, поел куда-нибудь дальше в Казань. Ну так или иначе, представители даже из Южной Кореи есть на этом матче. Мусерский. Пока вот у него сегодня без эйсов. И пока мы видим, не все подачи у него далеко получаются так, как хотелось бы. Это вот с одной стороны резерв, а с другой стороны это может вылиться и в обратную сторону. В проблему, потому что нервничает игрок, нервничает тренер. Это тот аргумент, который должен быть у команды. То, что Мусерский в прекраснейшем состоянии, мы это видим. Значит и подача должна лететь. Но вот день на день не приходится. Вчера у него эйсов тоже не было. Но вот затруднения я помню наверняка. 15-12. Вновь максимальное преимущество. Зенита закрыть удается. Тетюхина слишком широко эта передача летела. И так немножко по технике сложно было перевод вправо играть. А линию закрыли зенитовцы классно. В Ильяных вновь летит подача. Тот справляется. Гроцер по блоку Леона. Продолжает немецкий легионер высочайший уровень свой показывать. И вновь после хорошей атаки отправляется на подачу. Стало быть, зенитовцам сейчас надо быть максимально внимательным и собранным. Мощно Леон ничего не может поделать. Там Спиридонов дает ему понять, что я бы этот мяч принял. Да не уверен я, Леон где-то пытался ему помочь. С другой стороны, помочь очень трудно при такой подаче. Смотрим. В зону конфликта ведь мяч летел. Мог, наверное, Спиридонов тоже этот мяч теоретически принимать. Может быть, пораньше он на него начал реагировать. Но Леон-то всего этого не видел. Гроцер подача номер два. Сетка смягчает. Внимательно Паликов доводит. Михайлову пройти не удается. И касание сетки. Или переход средней линии. Сейчас там у кого-то из казанцев. Щетка это фиксирует Андрей Зинович. Давайте посмотрим. А вот этот шаг Максима Михайлова. Один и второй даже по стороне соперника. 15-15. Агроцер остается на подаче. Ну, ошибка. Без ошибок тут тоже не обойдется при таком риске. И второй технический перерыв в этом сете. Вновь преимущество у Зенита. На сей раз достаточно условное. Получилось, что во второй отрезок Белогории одно очко отыграло. И действительно, тут каждый очко может быть на вес партии оказаться. А то и матч. Как знать. Потому что победить Белогории и сейчас 2-0. Очень-очень сложный Зенитовсу будет. Ну, надо будет еще, да? Еще сильнее сыграть. Еще лучше. И без того ведь классно играет команда. И соперники блестящие выглядят. Волна по залу. Зал переполнен. Говорить об этом нужно не. Тут их раздавали георгиевские ленточки всем абсолютно болельщикам. На многих из них можно их сейчас увидеть. Билетов продажи сегодня уже не было. Есть возможность приобретать их здесь по интернету. Поэтому тот, кто хотел, тот и бил возможность сделать это за благовременно. Все участвуют в волне. Даже губернатор Евгений Савченко тоже. В едином порыве вместе с болельщиками. Это игрок номер 16 Сергей Багрей. Скакивает на ноги. Держим аплодисментами. Белогорье! На лодке погонялись. А теперь громко. Маров. Вроде бы и не самая страшная у него подача. А вот частенько в этой расстановке Зенит бонусные очки имеет. Получается это и сейчас Максим Сжигалов. В четвертой зоне Багрей на передаче стало быть двойную замену. Белогорье произвело. Вот тот самый момент, когда леворукому в четвертой зоне, ну, очень неудобно нападать. Как-то вот даже кажется, да, коряво немножко подстраивается. Ну, у леворуких игроков вообще такая своеобразная техника. Вот сейчас не здорово. Все для Белгорода получилось. Ильянык в защите важный мяч в игре оставляет. Что придумает Зжигалов? Ну, трудно тут что-то придумывать. Леон. А ему ничего придумывать не надо. Широкая передача. Центр не доходит. Между Сафоновым и Тетюхиным большое расстояние. Ну, что ж, как и у Олега, ну, Шипулина двойная замена не сработала в концовке. И затягивать он с осмыслением этого момента, естественно, не стал. Игрок на браке видит Георг Грозер. Два брейковых очка. Зенит подряд берет. А это... Это серьезная фора. Несмотря на то, что вроде Белогория за счет хорошей подачи ее уже один разочек, даже два раза, по ходу, этого сета ликвидировали. Вернулся Грозер. Нет, в площадку мяч летел. Все это четко видел Тетюхин, поэтому сыграл. А вот это блок-аут в пользу хозяев площадки. Немец своих партнеров заводит. Прежде всего своей игрой, но и эмоциями тоже, которые у нее плещут через край после вот таких удачных атак. Никаких компромиссов. Плужечные удары. Попробуй что-нибудь возразить. Тетюхин. В Леона хорошая подача. Михайлову на высоком мяче играть. Выигрывает. Хороший, высокий съем сейчас у Максима получился. Вроде у блока было время разобраться. Да, но вот опять же неплотно состыковали сейчас травиться с Сафоновым. И тут еще и высота атаки хорошая была. Чуть-чуть остается центр, чтобы убедиться, что все-таки не Леону этот мяч полетит. И при широкой передаче в край уже не успеет. Леон. Бурагин сложный мяч выбивает вверх. Ну а Георгер Муацер прошивает блок. Благо там для него добрый метр было между Спиридоновым и Апаликовым. 19-17. Сафонов. Что получится с подачей у него. Ох так. Даже Апаликов силовую подачу пристроился принимать. Но мяч точно в него улетел. Там пропускать на удачу, что партнер сработать не стоило. И для «Зенита» не здорово это все заканчивается. Апаликов-то не ошибся. А вот Леон один в один попал в сети Дмитрия Мусерского. Тот просчитал эту атаку. Сбросил руки влево. Это было, в общем-то, такое ходовое направление. Удобный для кубинца. Он понадеялся, что уж одним-то блоком его высоту не закрыть. Может быть, любому игроку, кроме Мусерского. Роша подача Сафонова, да? Ну вот терпел, терпел Шипулин. И наладилась ведь подача его центрального. 19-19. Третий раз за сет Белогория минус 3 ликвидирует. И вот у Спиридонова проблемы. Ну вот такой сложный для Олега, конечно, выбор. Между атакой Спиридонова и приемом Сивожелеза. Ну вот как выбрать, а слепить полноценно пока не получается. Где-то нужна атака. И Спиридонов очень-очень в этом плане пригодился в этом сете. Зенитик лидировал большую его часть. Владимиру Олегу приходится тратить тайм-аут на подачи игрока, который вроде бы угрозу до этого не нес своей подачи. Вот как бывает. А ведь есть еще тот же Гроцар в концовке. До подачи доберется. Мусырский доберется на подачи. Он сейчас на передней линии. Наверняка ведь доберутся. И как бы этот перерыв пригодился. Потому что у Мусырского тоже такое качество есть. Весь сет у него не ладится. А в концовке одним мячом он может все решить. Я имею в виду подачи. Ошибается Сафонов против тайм-аута. И Олег, настало быть, не зря его потратил. С замены еще одна у Казанцев. Волков вместо Ащева на переднюю линию. Любопытно. Вчера Волков меняла Паликова. Повыше он Чемащев. Хотя и тот на блоке тоже хорош. Паликов. Гроцер на групповом блоке. А он его словно не замечает. Даже, честно говоря, я не понял, как он там прошел. То ли между руку Волкова. То ли все-таки на встык там какое-то небольшое расстояние. Давайте смотреть. Мимо блока даже получается. Хотя, казалось бы, весь ход закрыт. Да, в ход забивает Георг Гроцер. 20-20 травится. Спиридонова. Тот на сей раз справляется. Михайлов от блока в аут. Очень важный розыгрыш был. Вроде бы Мусерский тут как тут. Но не успел он. Эту инерцию свою погасить. Да и не успел, мы видим, на повторе только на эту быструю передачу. Михайлов. В Брагину очень много подают казанцы. Тот-то сегодня с приемом очень хорошо справляется. Почему-то подзабросили идею загрузить Дмитрия Ильяных, который вроде бы более перспективный смотрится. И Шипулин даже пока еще и Косарева не тревожил. Который сейчас, впрочем, интенсивно разминается. Не исключено, что после подачи Ильяных, своего ветерана, Геннадий Шипулин на заднюю линию выпустил. 21-21-21 Ильяных. Хороша подача, Леон справляется. Что делать Спиридонов в Ильяных? Тот доводит. Тетюхин. Выигрывает важнейший очко вновь для своей команды. 22-22. Может быть, где-то и повезло. Белгородцам там не поделили. Спиридонов с веровым этот мяч. Что били бы не дали. Трудно судить. Было смягчение от Леона. Наверное, можно было этот мяч вверх выбивать. Мусевский. Вот тот самый момент. Где его подача? Есть у него подача. И Вербов доводки не смог организовать. Маруф. Ну, такое низкоавантюрное решение. Тетюхин. Неужели попал? Просто дежавю какой-то. Вчера он такой чудо мяч забил. Сейчас-то вообще спиной в сетке он к нему начинал разворачиваться. Вот обратим внимание. И если вчера ему блок не стали в такой ситуации, то сейчас-то это было. И неужели Казань не посмотрит? Видел Олег, что мяч попал в площадку. И такой легкий шок. Надо брать тайм-аут. Во-первых, Мусевский неплохо подал. Во-вторых, Психологически такие атаки, они, конечно, могут кого угодно подавить. Даже таких опытных бойцов, которые собраны в составе «Зенита». Удивительно. Официально Тетюхин еще о своем решении насчет следующего года не говорил. Он там в какой-то момент определил для себя, что в конце каждого сезона будет думать продолжать ему карьеру или нет. Ну, разве имеет он право уйти? Мусевский, 23-22. Думается, что в следующем году мы обязательно Сергея Тетюхина в составе «Белогорье» увидим. А может быть, и не только «Белогорье». Но это мечта. Вторая часть моей фразы – это мечта всех нас. Мусевский, Маруф реагирует. Замысловато ведь был такой отскок от сетки. Леон! Почему же руки-то белгородцы на блоке убрали? Ну, понятно, думали, что по рукам будет бить. По-моему, с Леоном такие вещи просто делать нельзя по определению. С любым другим нападающим. Вот, смотрим, сейчас одергивает руки. Гроцер, да, понимая, что от блока ваут может сыграть кубинец. Но он-то, кстати, на такие вещи не заточен абсолютно. Вот этот обманный удар уже не самое обычное его решение. С площадки, по-моему, Волков подавал, нет? Ну, это дальняя от меня сторона. Могло показаться, честно говоря. Но очень-очень близко, по крайней мере, коснулся. Ну, просматривать никто ничего не будет. Хотя там Гроцер вроде бы рукой замахал. Выиграл и «Белогорье» этот мяч. Ну, а кто это сделал, говорить не надо. Сергей Титюхин. 24-23. Сетбол на подаче Гроцера. Всевожелец появился у «Зенита». Помог, ну, помог относительно, потому что все сейчас в руках у хозяев. Титюхи! Он заслужил поставить право победную точку в этом сете, который вновь с тем же самым счетом достается хозяевам. 2-0. Два раза по 25-23. Второй партий со счетом 25-23. Выиграл и командная «Белогорье». Счет партий матча 2-0. А вот и повод танцевать. Какие девчонки-морячки! Кто у нас там, морячки? Зажигай на трибунах! Поехали! 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 Я так и не анализировал. Ну, понятно. Поехали! Спасибо, аплодисменты нашим девчонкам, аплодисменты танцующим зрителям. Ну что, друзья, на недельку до второго все будет хорошо. У нас с вами... Ну что ж, третий сет уже даже интересно становится. Неужели «Зенит» в Белгриде не возьмет ни одной партии? При этом ведь абсолютно равный волейбол, да? Ну, может, там вчера второй сет с таким заметным преимуществом Белогория прошел. Остальные-то партии в итоге вот к равным концовкам сваливались и раз за разом хозяева их буквально зубами выгрызают. Ну и, конечно, цифры не продолжают удивлять. Как вы думаете, кто чаще всех атаковал во втором сете? Игрок, которому в этом году будет 40. Сергей Тетюхин. 11 атак, 7 результативных, потрясающий процент. Ну, рядом же есть еще и Гроссер. Опять 7 из 8. То есть у него пока 13 атак из 15 реализованных. Ну, такого просто у диагональных, по-моему, не бывает. Ясно, что... Хотя вот это я и после первого сета говорил, что невозможно такой процент сохранять. А он это делает. При этом Леон 3 атаки из 9 реализовал во втором сете. Его белгородцы прихватили. И при этом абсолютно равная игра. Вот на одном участке удается кому-то добиться, да, чего-то. Тут же другие проблемы вырастают, которые надо решать. И это и у другой, и у другой, и у тех, и у других. Вот такой фантастический сюжет. С одинаковым результатом в конце каждого сета. Вот это удивительный момент, конечно. Ну, Серский. Передача не из простых. И показалось, что Дмитрий чуть раньше повис, чем надо. Ну, техника позволяет ему такие вещи легко преобразовывать. Видите, уже опускался. Ну, зато он все видел. Вот он ащиф перед глазами, а перевод влево. Там никого. У Зенита тот же состав. У Белогория понятно, да. Тут еще и законы, что выигрышный состав не меняют. А этот состав пока ни одного сета не проиграл. И сейчас блок хозяев работает. 2-1. Белогория выходит вперед. Драгон травится на подачу. Ну, а тройной блок там был. Ну, абсолютно без изъянов. Тут не позавидуясь перед оном. Михайлов стал вставать четвертым в прием. Помогать своим партнерам. Сейчас именно он эту доводку делал. Спиридонов на быстром, вроде бы, мяче. Но Мусерского руки. Что здесь? Задержку арбитр фиксирует. Мяч на площадке не коснулся. И Белгородцам обидно. Они очень трудный мяч в защите подняли. Я их понимаю. Но, наверное, чуть-чуть протащил. Давайте посмотрим. Да, да. Ну, двумя руками мяч этот травится. Поднимал. Даже если он максимально чисто это сделал, выглядит это очень подозрительно. Так что я понимаю Юлия Макшанова в этом его решении. Честно говоря, для меня странно, что силовая подача Казанцев на Брагина направлена. Уже больше половины с этого. Второй сет они в концовку всю в него подавали. Сейчас Михайлов. Может быть, указание просто на силу. И тут уж не до выбора направления. Понятно, что впереди на площадке тут удобнее всего это делать. Но Брагин-то все доводит. Все доводит. И Белогорьев в атаке решает с удобных мячей все. Можно выбирать. Сейчас все на ходу нападающие. Травится. Только придумай, кто сейчас забьет. Блин, их. Вот у него пока еще подача никак не наладится. Хотя вот глядя на то, как у Сафонова это произошло в итоге. Понимая, что вот совсем недалеко ведь. И у Дмитрия. Немного он играл в этом сезоне. Но как вытеснишь из состава Тетюхина и Легтея? Тут три олимпийских чемпиона. У Шипулина на этой позиции в ротации находятся. Кто-то из них по определению на скамейке должен оставаться. В каком еще это клубе мира возможно? И в каком чемпионате, кроме нашего? У Шипулина на этой позиции в Белогоре более в этом плане дисциплинированное. Они-то подачами как раз стараются Спиридонова искать по возможности. И может быть в усердной силе Мусерский сейчас подавал. Но он дисциплинированно все сделал. Ну а это блок. Тетюхин. И на блоке он с Михайловым справляется. Дмитрий Мусерский. 6-3. Без них не могло сегодня обойтись. Это понятно. Да, было сразу. Только вот болельщикам оставалось потерпеть. Наладилось у него. Ну и теперь Зениту совсем тяжело будет. Где найти вот эти ресурсы. Причем видите, да, здесь, когда на силу подача проходит, даже тот факт, что принимает Вербов, он вторичен что ли становится. Пойди попробуй справься с такой подачей. Ошибается после этого Мусерский. Но я думаю, любой бы тренер был рад, если каждый выходящий на подачу ему брейковое очко бы дарил. 6-4. Андрей Ащев у Зенита. На планере, наверное, нельзя ошибаться. Особенно вот, когда в такой стадии сейчас игра находится. У Ащева не очень сложная подача. Он редко затрудняет. Поэтому ошибок хотя бы надо избежать. Тут шанс ведь для блока какой-то есть. Защите, в конце концов, Вербов. На чудеса может в любой момент сподобиться. Так, Гроцер, неужели попал? Будет просмотр. Очень там все близко. Да, арбитер на линии я понимаю, глазом это невозможно определить. Эти сантиметры. Немножко еще так в сторону аута. Вообще траектория направлена. Да, там с центра площадки Гроцер подавал. Ближе там к центру немножко. Поэтому очень трудно. Но Олегу там нечего делать абсолютно. Это не по правилам. Но тут уже эмоции, да. Не имеет права в просмотре. Никто участвует, кроме оператора и двух людей, которые принимают решения. Инспектор матча Александр Лопатин и Андрей Зинович, второй рефери. Не было там площадки. Несколько сантиметров в пользу Зенита. И очень важные несколько сантиметров. В противном случае с очень серьезным перевесом бы белгородцы ушли на первый технический тайм-аут. Маруф вновь затрудняет. Ильяных вроде и место знает, где эту подачу принимать. А вот не справляется. Не справляется. И загоняет это все Гроцера на тройной блок. Там очень трудно было найти в нем хоть маленькое, да, какую-то изъяну. Руки перенесены здорово. Ну, модельный просто блок. Который Гроцеру его чудо-процент слегка попортил. Первый раз его удалось сегодня закрыть. Ильяных. Вот то, чего я ожидал видеть чаще, да. Но с другой стороны, когда так атакуют Гроцер с Тетюхиным, зачем искать от добра добра? А элемент неожиданности, естественно, присутствует. Раз это редко применяется. Да, пока тактический Белогорик по изощрённей выглядит вот в этих двух матчах. Мене читаемая их игра, что наличие Мусерского тоже ведь нет перекоса. Вчера он больше других атаковал, да. Но это необходимость, складывающаяся по ходу матча, было вызвано. Больше я имею в виду большинство остальных Гроцер, это понятно, что атаковал по части. А то он их диагональный. Вот сегодня очень хорошо задействованы все абсолютно нападающие. Поменьше сафонов, да, но это было изначально предопределено. Он наименее опытный в этой компании и наименее сыгранный с травицей. Как-то, может быть, не парадоксально звучит, но не так много они на площадке вместе в этом сезоне суммарного времени провели. И если уж там каких-то глубоких резервистов в бой кидал Шипулин, то, сами понимаете, это было в такой ситуации, способствующей этому. Ну, то есть при каком-то перевесе в счете большом, где никакого давления нет на команду, на игроков оттенок. Можно было многие вещи пробовать, ну, без особой боязни, что ли, ошибиться. Здесь другое дело, здесь финал национального перенства. Восемь-семь. Порыв Белогоря в принципе огромного преимущества им какого-то не принес. И вот сейчас Леон выйдя на подачу, может ситуацию очень быстро развернуть. Немножко загрустил он так после второй партии, после того, как справились с ним белгородцы. Но сейчас у Казани еще он счет сравнять. Михайлов. Обманный удар достает Ильянык. Казалось, что Михайлов наверняка все делает. И там бы, скорее всего, этот мяч не страховался, не дотянись до него Дмитрий Ильяных. Даже вот перевесел центрального, да, ведь Сафонов уже на земле оказался, на покрытии точнее в этот момент. А Ильяных еще в воздухе был. Но он легкий прыгучий парень. Мы это знаем прекрасно. Сафонов потяжелее, и, соответственно, сила земного притяжения на него действует. Сейчас на подаче центральной Белогория. Вновь Леона, вновь выбитый прием. И сложно будет Спиридонова играть на выигрыш. Поэтому надо будет отбиваться. Ильяных. Нет, тройной блок. Безупречные вновь указания. Понятно, надо рисковать. Я думаю, на брейковых мячах обязаны просто игроки рисковать в такой ситуации. Вот в таких матчах в данном случае не прошло у хозяев Апаликов. Ну, где его могучая подача? Нет, не летит у Николая, к сожалению. Очень он переживает. Это видно, ну, что поделать. Капризная эта штука подачи, хотя, сами понимаете, это тоже элемент, который многочасовыми тренировками вроде более управляемым должен быть. Но иногда логика в этом вопросе, то, что отсутствует, ее трудно понять. Нравится? Спокойно ли он мяч доводит. Первый темп от Ащева. Ну, вот, наконец-то. Нужно, нужно Зениту это почаще делать. Это один из обязательных элементов. И вот такие хорошие доводки, пожалуй, что надо использовать. Здесь еще и зона. Вроде бы, да? Гроссер рано бросил своего нападающего. Чуть потерпи. А пойди сразу определи, кому связующий отдает. Центру или примерно по той же траектории может идти в край в четвертую зону кинуть. Чуть, может быть, ее поднял. Да. Тот самый тройной блок. И вроде на месте. И масса времени. Но чисто до пола Гроссер словно вообще-то никакой преграды перед ним. Да еще сломовой силой такой. С передачи Мусерсова, кстати, на всякий случай. Сегодня такое нападение, что двойным блоком, по-моему, просто и делать даже нечего. Во многих случаях Михайлов. Травица успевает руку подставить. Что Гроссер придумает? Ну, тут у него вариантов не было. Успевает Вербов. Но. А тут не дотерпел Мусерский. Так ему хотелось этот мяч выиграть. Игра на стороне соперника. Очень красивый эпизод. Прекрасная игра в защите Вербова. Потрясающе. Здесь доработали до конца. И главное, что никто из зенитовцев на этот мяч-то и не успевал. Да, но, может быть, Ащев как-нибудь его там перепихнул на сторону соперника. С площадки подавал Спиридонов? Нет. Вот наша такая позиция немножко дает такую погрешность небольшую. Кажется, что Петербург заступает, а там, на самом деле, впритык толкается. Сейчас Мусерский все сделал по правилам. Вновь блестящая защита от Вербова. Не повезло ему немножко, что мяч на сторону соперника полетел. 12-10. Мусерский на подаче. И сейчас одна хорошая серия может решить все. Хотя мы видим, да, как команды бьются. И, в общем-то, не может при любом разрыве ни та, ни другая чувствовать себя спокойно. Такие аргументы есть у тех и у других. Кабзарь обосновался на площадке. На сей раз уже не двойная замена, а вместо Маруфо он. Очень неплохо в прошлом матче. С Леоном они взаимодействовали. В такой же точно третьей партии бросил в бой Олег на Кабзаря. И вот очень похожий сценарий для его команды пока полное совпадение. Разве что первые два сета более упорные и с большими шансами были у «Зенита». Замена команды «Зенит» и «Казань». Замена. А вот и новый персонаж у Олега. Александр Гуцалюк во вчерашнем матче. По-моему, единственный из полевых игроков, я не беру, Либера Бабичева, который в игре не участвовал. И вот вместо Николая Паликова на площадке. То есть сегодня всех четырех центров своих «Зенит» задействовали. Леон Гроцер на блоке. Извиняется Леон, но за что тут извиняться? Неужели возможно все выиграть, когда у тебя нет ни времени, ни пространства? Да, с места он, может быть, прыгает, как никто другой. Но перепрыгнуть сегодняшнему Гроцеру, который в уникальном просто физическом состоянии находится, это видно. Такой возможности нет даже у Леона. Ошибается немец на подаче. Далеко мяч летит за. И теперь Игорь Кобзарь. Тоже хорошо подавать умеет. Ну, в данном случае пока вот, может быть, еще и толком в игру не вошел, а рисковать надо. Никто этого не отменял. Ошибается и он. 14-12. Титюхин. Был у него сегодня эйс. Потом в какой-то момент, может быть, подача не столь грозной получалась, но от него угрозу можно сдать все время. Подкручивает мяч на Леона. Тот справляется и Гусалюка тут же включают в созидательные действия своей команды Кобзарь. И первый темп работает. Не знаю, может быть, кстати, Гусалюк очень хорошо с Кобзарем взаимодействует. И тот, и другой не так часто оказываются на составе на площадке. Тем более вместе. Поэтому могу только предполагать, что ли, этот момент, а это эйс Леона. Потрясающе. Там не то, что до пола. Метрах в полутора от Ильиных, по-моему, этот мяч упал. Он даже не шелохнулся. Ну, конечно, немножко я утрирую, но ведь действительно не дернулся даже. Настолько исполнение было безупречным. 14-14. Вновь хороша подача. И вновь ничего Ильиных не может поделать. Что тут Шипулину? Тайм-аут или Косарева? Есть два способа на эту ситуацию воздействовать. Ни того, ни другого решил потерпеть, пока наставник Белогория понадеется на свое чутье. Оно его, кстати, частенько не подводит. И действительно сейчас с приемом справился Брагин. Но это не помогло Ильиных этот мяч выиграть. Получилось подряд три ошибки для него и плюс два у Зенита. Вот я говорил, что на подаче Леона все может измениться в одночасье. И как раз это все сейчас и происходит. Второй технический тайм-аут. Вот, наверное, еще почему Шипулин тренерский не спешил использовать. Не обратила как-то внимания на этот факт. Близость технического. И понимал он, что даже после ошибки можно спокойно поговорить, разобраться, продумать какие-то вещи. А тайм-ауты в таких равных концовках, а не на вес золота. Белогорьев! Все, все, пять тысяч! Белогорьев! Белогорьев! Зелез у Зенита на площадке. В какой-то момент заменил Спиридонова. То есть так основательно перетряхнул стартовый состав начала этого сета Владимира Лепна. Сразу трех игроков новых по ходу ввел. И пока это дает результат. Не останавливайтесь, друзья! Сейчас, прямо сейчас на подаче! Леон! И болеет член нашей команды! Белогорьев! Хороша очередная подача Леона. Очередное очко! 17-14. Ну, тут такой подачи кого угодно можно заставить ошибиться. В данном случае и Тетюхи ничего поделать не смог. Все, мяч подкрученный был. Тайм-аут. Вот теперь тайм-аут Шипулина. Понимает он, да, что любой ценой надо с этой расстановки сходить. Надо ли он умешать? Ну, вот пока... Пока Косарева приберегает тоже ведь, наверное, на концовку. Только вот не проиграть бы сейчас очень много. Леон через два перерыва теперь уже подряд остается на подаче. Вот удалось исключить из приема Брагина ему сейчас, да, и сразу посмотрите, какой эффект. Брагин сегодня единственный, кто с этой подачей справляется уверенно. Вот и сейчас мяч в него летит, вверх он его выбивает. Да, будет групповой блок, но будет и шанс забить, и Ильяных этот шанс находит на этом блоке. Леон, высокий парень, ему тоже в защите не просто играет, да и не лучше, не самое главное-то качество у кубинца. Поэтому даже смягчение тут не помогло ему с этим мячом разобраться. Такое ощущение, что немножко на противоходе он попался, так ноги поехали, но не обработал мяч. Сафонов, 15-17 его команда в погоне, хорошая доводка от Вербова, не проходит первый темп, Ильяных на двойном блоке, но такая достаточно статичная при этом была атака, вроде быстро в край, но ясно на кого, и может быть близковато к сетке, не знаю, как-то совсем уж в блоке он там повис, буквально деваться было некуда. По ощущениям, как он на самом деле, на самом деле есть итог любой атаки, и мы его уже знаем. Мусырский, не в темпу ему передачи, на сей раз перевисеть блок ему не успел, но есть надежный вариант у Белогоря сегодня. Есть Георг Гроцер. 16-18. Сколько же мячей сегодня он добил до пола, удивительно на групповом блоке. Пожалуй, что поярче Леона смотрится пока. Вербов ошибается, нет, но есть еще возможность побороться. Понятно, что этот обманный удар там вряд ли мог пройти. Ильяных по рукам закручивает очень важный и главный брейковый мяч для хозяев 17-18. Неужели этот сет казанцы не дотянут до победы? Вроде бы, казалось, внесли они перелом, да? Но вот как остановить Белогория? Это проблема. По блоку очень грамотно. Но вот важно, важно, чтобы четвертая зона не только в случае Леона работала, и сейчас Всевожелезь очень нужное очко для своей команды добывает. 19-17. Тем более там Мусырский блокирует. Очень техничный удар. Михайлов. Тетюхин доводит. Мусырский и закрывает его Ащев. Редкий случай, но очень важный. Чуть со спины шла передача. Не было возможности у Мусырского вот именно расположение блокирующего оценить. Пытался немножко вправо вывести, мы видим. А Ащев как раз это четко видел. Что если обыгрывать будет, то только так. Чуть руки снес. 20-17. Плюс три уже близко в концовке до Зенита. И пушечная подача Михайлова. 21-17. 21-17. Тайм-аут берет Геннадий Шипулин, а больше у него их нет. Тут каждого подающего не остановить. Но вряд ли тут только для подающего видно, да, что сейчас с инициативы указанцев очень много у них получается. И главное полетела вот эта настоящая подача, которая есть у Зенита. Вот так посредством многочисленных замен к третьему сету второй день подряд Олегу удается находить боеспособный вариант. И сейчас, как знать, насколько этот матч может затянуться, если доведи этот сет до победы Казанцы. Команда слышит нас. Мы приветствуем аплодисментами, криками, голосами, флагами. Вперед, Геннадий! Михайлов. Естественно, на подаче остается. Чуть сетка здесь сработала за хозяев. И, естественно, первый темп исполнения Мусерского. Тут, когда все удобно, попробуй его остановить. Ильяных ведь практически со второй зоны не атаковал, а все равно так боялся Симожелес раньше времени туда сдвинуться. и как-то в полупозиции остался. И с центром не сыграл, а ведь угроза Мусерского более что ли весомой выглядела. Что здесь? А, вот. Рискнул, рискнул. Симожелес был. Очень сложная атака. Очень нужная эта зеркалька. Замена в команде Белогорье. На площадку выходит игрок номер 3, Александр Косарев. В тот случай, когда не факт, да, что блок надо было ставить. Очень низкий был мяч, попал бы в площадку, но это нам только гадать теперь только остается. А от рук получилось все удачно для казанцев. Симожелес, хорошая подача. Это тоже важный момент, который он может в игру командную добавить. И вот так понемногу-понемногу «Зенит» достаточно комфортное преимущество себе получает. 23-18. И во многом за счет подачи. Да, вот уже третий игрок подряд подает. Очень здорово у казанцев. Очередной эйс Евгений Симожелес. И вот теперь придется подумать, да, Геннадию Шипулину в следующей партии, как в приеме силы распределить. Тут же еще есть фактор затяжного матча, который не в пользу возрастных игроков. Понимаете, о чем я говорю? Второй день подряд. И все это может большему количеству ошибок привести. Но в данном случае Бракин ошибается. Который так здорово принимал три эйса. Вот так вот заканчивает третий сет Евгений Симожелес. Откуда что берется? К нему вернулась боевая подача образца 2013 года, когда он действительно был хорош в этом отношении. 2-1. Разрыв в счете сократился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, ну что же, может быть, в конце предыдущего сета мы видели вот прообраз того, что может быть в казацких матчах, когда Зенит при своих болельщиках, при знакомом родном зале, где подача вроде бы должна лететь еще лучше, на что он может быть способен. 6 эйсов за один сет. Это тоже результат неординарный, как вы понимаете. И эти 6 эйсов. Большие проблемы Белогория. Но вот еще любопытный момент. Совсем без Тетюхина как-то обошлись белгородцы. Это правильно ли это. То есть получилось, 3 игрока всего атаковало у хозяев площадки. Причем больше всех или иных. 8 атак у него было. Ну, естественно, еще Мусырский Гроцов. Так что ни Сафонов, ни Тетюхин ни одной атаки в третьем сете не произвели. И есть определенные вопросы к Драгону Травице. Понятно, что вот при такой подаче, какая была у Зенита, прием у него был не самый лучший. Ну и ничего, в общем-то, изобрести ему не удалось. Посмотрим, как начнет развиваться этот сет. И что будет с подачей. Неужели вот если Севажелес так будет подавать и дальше, ох, не позавидовать Белогорью. Потому что Леон подает так всегда. Да, да, есть ошибки, но и эйс от Громадил. Естественно, состав выигрыша у Зенита, у Белогорья тот самый стартовый. Хотя, похоже, Артем Смоляр появится в игре. Вот, по крайней мере, он сейчас без курточки находится. Стало быть, наверное, войдет в игру. Но нет его сейчас в простановке второго центра у Белогорья. Поэтому я так несколько, может быть, додумываю этот момент. Ну, там Сафонов тоже, правда, без курточки. Немножко над ним поколдовал врач белгородца. Спину так потянул, может быть, чуть-чуть прихватило. Ну, а кто войдет в игру, мы сейчас увидим. Чуть позже, пока началось это 1-1. Максим Иханов на младче Северс. Все вместе, бомбишки. Михайлов, Тетюхин выбивает мяч вверх. Ну что, у Ильиных сегодня подача прорежется. Справляется с ней ли он? Михайлов один блок. Ну и понятен итог этой атаки. Все ходовое направление игроку не перекрыть в таком случае. И в защите тоже очень сложно что-либо с такой атакой, с такой силой атаки поделать. Сложили, смотрим. Нет, не получается у него сейчас подача. Ну, я думаю, для Владимира Олега, для его партнеров, да и всех поклонников Зенита, важно, чтобы в концовке вот эта помощь была и эта угроза сопернику. Все равно будет белгородцам неуютно, когда начало железо будет на подачу теперь выходить. Это давление, а под давлением и ошибок больше совершается. Мусырский. Леон, Тетюхин в защите. И все, что мог, сделал. Ну, тут... Что можно сделать против такой атаки? Как Леон играючи с этим блоком разбирается. Смоляр появился, кстати, обратим на это внимание. Ну, не знаю, линию, наверное, можно было бы здесь оставлять. Это уж так, совет постороннего, что ли. Трудно было, во-первых, переводить Леону с такого мяча в линию. Во-вторых, он сегодня, по-моему, всего пару раз туда атаковал. А вот вход забивает и использует высоту съема. На это он ставку и делает. Тетюхина вспомнили. Он никуда не девался. И он в полном порядке. Этой атакой он сигнализирует своим партнерам. 4-3 Белогория впереди. Как-то Кобзарь неожиданно в центре оказался на блоке и еще и не пристроился. Странный немножко эпизод. Ну да ладно. Смоляр свою визитную карточку демонстрирует в этой серии. Первое же его появление на блоке. 2-10 на всякий случай. Тоже ведь никакого облегчения тут на нападении Зенита не предвидится. Вот такие центральные у Белгорода. 2-18 и 2-2 по 2-10. Грозер. Все ложились на приеме. Молодцом. И вновь блок. И вновь Смоляр. Вот он, Джокер Шипулина. Он сейчас так выразительно своего помощника по ладошке хлопнул. Ну, типа, ведь не зря придерживали. Ну, до данного треска матча очень важные два блока. Грозер. Вот моменты, когда усталость будет накапливаться. Больше ошибок будет вот на этих силовых рискованных подачах. И у тех, и у других, наверное. Другое дело, что тот же Севожелец сейчас свеженький. Совсем немного он в первом сете поиграл. Так что сейчас, когда у него все начало получаться, очень много от него может команда получить. Кобзарь. Ильяных узко. Узко вот четко было с нашей комментаторской позиции видно. Ильяных ни малейшего шанса вправо перевести не имел с такой передачи. И блокирующие очень четко это видели. Да, ведь по движению рук было понятно, что единственное возможное направление они закроют. Не прошла укороченная. Детюхин. Попадает. Попадает. И это сложный мяч. 7-5. Так же здорово кисть у него работает. Леон все лучше, лучше справляется с подачей. Ну, сила так немножко уменьшается все-таки у подающих игроков. Тут хочешь не хочешь. Смоляр там просто никаких шансов пока не оставляет. На блоке цепляет абсолютно все. Кому атаковать? Ну, особо не было вариантов. Гроссер, тройной блок. Полезть на него не рискнул. А здесь касание у блокирующих. Очень важный очко для Зенита. Мог быть технический перерыв при счете 5-8 для казанцев. А так 6-7. Все, в принципе, при той подаче, которая есть, считай на равных. Один мяч и счет подровняется. Тем более, удобный момент. Леон стоит, ждет, когда белгородцы неторопливо приводят площадку. В порядок. Тоже так. Надо всем успокоиться перед этим испытанием. Брагин. Хороший прием. Гроссер с силой, что он сохранил немало. 8-6. Первый технический тайм-аут в Белогории впереди. Вновь так болельщики все более и более эмоционально. Каждое удачное действие поддерживают. Вновь Владимиру Олеговну. Искать, искать, искать аргументы. Нет, и не будет в этой серии такого, что вот начало что-то у одной команды получаться, и другая не знает, что с этим делать. Нет, тут настолько... Вставайте, вставайте, болельщики, молодцы! Поднимитесь, кто танцует! Маут. И подавать, естественно, будут белгородцы. Кто это будет делать? Наверное, Артем Смоляр, потому что Мусевский тоже на площадку отправился. Смоляр не подавал. Пока у него планер. Вот все были белгородцы до этого силовой. Первый игрок с планирующей подачей появляется. Посмотрим, как зенитовцы с этим вопросом разберутся. Пошире сразу встали Вербов и Севажелес. Убрали практически с приема Леона. Ну и прием идеальный делает Евгений Севажелес. Под первый темп. И отметим, что с появлением Гуцелюка почаще центр сетки все-таки стали заигрывать. Действительно, Кобзарь с ним себя чувствует достаточно уютно. Но это касается и нападающего тоже с этим связующим. Очень важно добавить это было в игру Зенита. Хотя ни тот, ни другой. Вроде бы и не основные однозначные игроки. Но вот здесь приходится искать любую возможность. Абсолютно любую усилить игру. Даже на какой-то небольшой отрезок. Севажелес, Гроцарь тянет мяч в защите. Вернут его белгородцы сопернику. А что дальше? А дальше ли он? И тут уже ничего поделать не удается. По рукам попадает очень четко. Сравнивает счет для своей команды. 8-8. Казанцы выстояли. Сложный для них момент. Может быть не последний. Это проблема. Думается, что это так. Ну вот такой первый, что ли? Критический. Ликвидировали в этом сайте. Не позволили Белогорье уйти в отрыв. Мусоярский. Нет, планер здесь сегодня не проходит. Вот у Маруха более-менее сложно получалось. Но он так сознательно на Ильяных очень неудобную высоту находил. У Гуцеляка ничего сложного. Так же, как и Ащеву не удается затруднять. Но два игрока без угрозы на подачу это многовато. Так, замысловато мяч отскочил. Честно говоря, показалось, что Гроцарта должен этот мяч поднимать. Он его не увидел просто. Такое ощущение. Он увидел только ныряющую рядом с ним в защите Тетюхина. Да, не через сто плечо, что ли, начал смотреть. А мяч совсем близко с ним был. 9-9. Ильяных. Вот не так много вторую зону белгородцы заигрывали. Есть и там. Есть и там резервы. С одним блоком оставил Травеца своего партнера. Сейчас на растерзание. Просто все на железе ничего здесь поделать не смог. Вот Ильяных. После хорошей атаки на подачи. Самый такой эмоционально удачный для него момент. Хорошую подачу выполнить. Нет, не летит. 10-10. Евгений Севажелес. Погромче забили казанские барабаны. Не вкладывался он в эту подачу. Видимо, прошлый промах так немножко поосторожнее его заставил быть. И неплохая вроде подача. Но не так это все трудно было и сложно. И мы видели, да? И доводка, и передача в край. Все без шансов до блока. Так широко не успеет. Тем более видели. Шаг под Гроцера сделал. Андрей Ащев. А там тетюхи. Ну, сэрский на подачи. Ну, чья артиллерия в этом сете сработает. Нет, это тоже не в полную силу. А у Леона сил хоть отбавляй. По рукам играет. Подбирает он ключи и к смоляру, естественно. Хотя задача, наверное, обратная. Блокирующего к нападающему подобрать ключи. Но вот Леон словно убеждает себя, что он будет и этот блок обыгрывать. И для него не важно, как ставят его. Для него важно собственное нападение. Ащев. Не удалось вложиться в этот мяч с маляру. Но зато он на блок успевает Гроцеру пристроиться. Немец спешит за поздравлениями. Наверное, в его руки этот мяч попадает. Но блок был, поверьте, плотный. Двойной. Ну и там уже вопрос в детали, куда мяч попал. 12-11. Георг Гроцер. Ну, у кого подача заработает в этом сете у первого? Аут. Будет просмотр. Просит опять Гроцер тренеров. Шипуль не уверен. Надо, не надо. Но раз игроки уверены в своем решении. А там двое сразу обратились. Помимо Гроцера и Ильиных. Сложно сказать. Что там? Счет-то равный. Потерять просмотр вот сейчас в середине сета тоже ведь не лучший вариант. Но так хочется эйс выполнить. Аут это был. Белград остался без просмотра. И счет равный. Не вчера была похожая ситуация. Тоже Гроцер после атаки, правда, неудачно попросил тренера проверить. И потом в концовке вот был момент, я уже рассказывал об этом, когда этого инструмента, что ли, не хватило. Белогорию. И вновь, смотрите, Смоляра, не задумываясь в атаку пускает, нравится. Ну, видно, что он, в отличие от Сафонова, с ним намного лучше сыгран и его увереннее задействует. И потом это вот те аргументы, которые добавляют что-то в игру команды, что у Зенита касается Гусуляка, что здесь Смоляра больше, больше центр сетки. Чуть ослабла подача и у тех и других. Видимо, на концовку максимальный риск придется в этом сете. И тут же заработал первый темп. Михайлов. И опять никаких затруднений для принимающих. Ну, а что Леон, который сейчас отправился на подачу при счете 13-13. Это большое, но не все всегда получается. Сработала кисть, как того хотелось бы игроку. Ну, и такое облегчение заметное на стороне белгородской команды. И у болельщиков каждый выход на подачу Леона, это как мина замедленного действия. Сегодня Артем Смоляр. Да и не только сегодня. Удастся ли ему затруднить все-таки прием своим планером. Это Севажелес, как орешки, такие подачи щелкает. И вновь Максим Михайлов играет через разрыв блока на быстром мяче. 14-14. Ну, вот сколько уже сием держит команда. По-моему, со счета 8-8. 1, 2, 2, 3. Балерички. Александр Гуцалюк. Казань. Гуцалюк. Ну, сэрски работает блок, успевает его смягчить. И здесь без блока остался ли он. По-моему, пошел там за голову на взлет, тащив, убедил, что может это быть, ну или совсем к связу. Нет, а, на длинную зону. Я думаю, куда делся центр на длинную зону. А вот куда начал смещаться Мусевский, я, честно говоря, не понял. Неужели поверил то, что Леону в такой ситуации мяч трудно отдать. Роцер, 15-15. Но было одно брейковое очко, да, в этой длинной-длинной серии. И это брейковое очко в пользу Зенита. Шабраган травится, будет подавать у Белогорья. Белогорья! 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 Не лучший получился прием у Сива-Железа. Как-то не здорово своим шансом и Белогорья вроде бы распорядилась. Поэтому атаковать пришлось Грокзеру на тройном блоке. Но это, оказывается, для него не проблема. И сейчас, и уже из-за пони усталости, спокойно, мощно обыгрывает и вновь практически до пола. Там было касание, но такой мяч было не поднять. Вот как могут поверх блока в такой ситуации забивать игрок? Фантастик. 16-15 вернуло себе вот это такое полупреимущество. Когда на очко вперед выходишь Т, а соперник догоняет Белогорья. И Тухину, видите, оказывают, как-то иначе. Трудно, трудно играть. Уже скоро два часа вот такой борьбы. И напряжение-то до каждой ничем находится. Команды, нет таких благополучных, что ли, отрезков в игре, когда можно по разрыву, по счету играть. Нет постоянно дыхания соперника. И те, и другие ощущают, даже если небольшое преимущество удается заполучить. Нравится. Почему-то мало оказалось таймаута. После таймаута надо приводить было там часть зоны, где Олег находится. То есть, ну, видимо, воду разлили во время перерыва игроки, когда пили там. Бывает и такое. Надо действительно все устранить, чтобы никаких возможностей травмы получить не образовалось. Стравится. Намертво к нему прилипает мяч. После мощной атаки Леона. Позицию выбрал хорошо. Даже руки вместе поставить не успел. Максим Михайлов. 16-16. Максим Михайлов. Очень нужный эйс он в прошлом сете подал. С него, собственно, и началась вот эта голиада. Пушечных подач. Гроцер блок-аут. 17-16. Да, там еще не растрачены силы у него и Леона. Красивые сегодня противостояния. Если вчера Мусенский Леон получилось, да, то сегодня, пожалуй, что Гроцер Леон. Вот так это все выглядит. Грина их. Посмотрите, как Леон с подачи стал справляться. Здесь что? Здесь касание сетки. Немножко так переоценил я этот прием с Леона. У нас позиция расположена чуть с торца площадки под углом. Показалось мне, что доводка хорошая. По факту получилось выигранное очко Белогорьев. Извините, 18-16. В этой ситуации, если искать слабости в приеме, то, конечно, надо в Леона подавать. Потому что и Севажелеса, и Вербов. Это адресаты сомнительные для этой цели. И тот, и другой здорово сейчас выглядит. Севажелес отправился подавать. Ильяных отправился отдыхать. А Косарев вышел в прием. Вот момент, когда Шипулин эту замену решил использовать. Сейчас даже крохотное-то преимущество. За него надо цепляться. А тут такая подача. 18-18. Брагина просто с ног снесло. Ничего он не смог тут сделать. Просто удивительно, да? Как у Севажелеса все это сложилось сейчас. И в первом матче ведь не было. И в начале этого ничего похожего. Но почувствовал игрок уверенность. Разозлился по-хорошему на себя. Здесь Брагин уже на высоте. И Тетюхин тоже. Длинную диагональ атака. Трудно Вербову было ориентироваться, куда мяч летит. Попадал, не попадал. Когда игрок не уверен, он не должен гадать. Он должен пытаться сыграть. Это сейчас Вербов и делал. Все ладошки и голоса. Эй! 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 19-18. Мусырский. И у него аут. Да, ну все вот, возможно, в концовке решит 1-2 подачи. Так, все. К этому пока у нас идет. Может быть, конечно, и блок сработает. Но не так часто, согласитесь, что Гроссера, что с Леоной сегодня удается приостановить даже. Не закрыть. Закрыть он был совсем редко. Ну вот тот самый случай, когда зацепил Леона. Леон его блоком. Появился шанс для атаки. И сам же Леон его преобразует в брейковое очко. 20-19. 20-19. Казацкий «Зенит» выходит вперед. Вроде бы с одним блоком, да, Гроссера, ставили. Но как же грамотно сыграл Леон. Вроде от линии шел, а руки перенес хорошо. Леон Гроссер надеялся, что походу будет побольше у него пространства. Тетюхин. Не прошла и эта атака. Не прошла атака и у Леона. Очень важный момент. Может быть ключевой. Потом мы будем об этом вспоминать, если выиграет Белогория. Хотя вот любого другого нападающего в эту ситуацию поставь. Шансов выиграть близко к нулю. С места у такого двойного блока. Поэтому тут неудивительно. При этом Леон немножко оступился. И так свои ощущения сейчас проверяет. Чтобы более полную информацию получить и помощь ему оказать. Олег на даже, похоже, вынужден таймаут потратить. Хотя и в смысловом значении момент для этого очень-очень удобный. И так, дорогие друзья, 20-20 на табло. Болельщики от нас много зависит. Вы это понимаете. Все вместе. Да, какой же равный сет. И даже никому в отрыв-то не удавалось уходить. По-моему, больше, чем на два очка никто не отрывался. Вот такая партия. Как и весь матч, удивительно упорный. Хотя ожидаемый упорный. Йорк Роцер. Давненько от него эйсов не было. Думают, наверное, белгородские болельщики прежде всего. И не будет сейчас. Накапливается потихоньку действительно усталость. И вот такие уже силовые акции с большим трудом даются и тем, и другим. Игорь Кобзарь. Смоляр ошибается. Причем абсолютно в выигрышной ситуации. И вот это вот действительно уже может дорого обойтись хозяевам площадки. Пас классный. Блок отыгран был по месту. Ну, зачем-то еще и крутить стал. Может быть, не попал, как следует, по мячу. Спокойно можно было забивать. Там полплощадки было свободной. Гусалюк вряд ли успевал. Приходится Шипулин убрать таймаут. И, знаете, зал моментально затих. Действительно, все понимают, какая может быть цена у этой ошибки. Ну, вот из таких мелочей результат складывается. Кобзарь не очень он рисковал в предыдущем случае. А вот сейчас может вполне. Нет, накатывает все равно, поэтому прием будет. И тут Тетюхина включает вновь игру. И, наверное, сейчас многие на белгородской скамейке запасных подумали, а что ж ты не сделал этого розыгрышем раньше. Но переживать некогда. Госарев уступает свое место Ильяных на передней линии. Тетюхин отправляется подавать. Даже когда подача у него совсем не идет. В нужный самый момент Тетюхин, как никто другой, умеет собраться и выстрелить. Посмотрим. Эта сетка немного помогает Леону. Гусалюк. Тетюхин в защите. Чуть-чуть не дотягивается. Такие коварные удары, когда центральный не очень в мяч вкладывается. Так его царапают, что ли. И силу тот быстро теряет. И очень трудно поймать эту траекторию. Понять, как мяч полетит. Очень удачно попал Гусалюк. Да, вот так далеко было и от Брагина, и от Тетюхина. Леон. 23-21. Только вот так вот. Больше ничего Брагин здесь делать не сумел. Гусалюк смягчает его Смоляр. Ильяных здорово, как Брагин страхует. Гроцер по рукам оставляет Белогорью шанс. 24-21 уже было бы как приговор в этом сете по той игре, которую мы наблюдаем. Так надо искать брейковое очко. Возвращается Шибулин Сафонова вместо Смоляра. Ему нужна подача. Он понимает, что то, что подает Смоляр, сегодня не проходит. Полплощадки берет на себя Севажелес, доводит идеально, спокойно под мяч перемещается. Получится у Сафонова силовая? Не получится. По крайней мере, уж так спокойным зенитовцы не будут. И тайм-аут берет Олег. Интересный момент. Вот так вот Сафонов в первом сете заставил с собой считаться. По-моему, Олег на это, да, второй. Он же брал один там немножко, чтобы и Леону помощь оказать. Так что вот сейчас решил он тайм-аут использовать, чтобы помешать Молотому. Он прекрасно помнит, как подобный же тайм-аут в первом сете заставил, сподвигнул, что ли, Сафонова к ошибке. Но тогда это было после рейса. А сейчас он вышел со скамейки. Немножко другая ситуация. Но это мешающий фактор. Это сто процентов. И снова, снова бурный аплодисментный болельщик. Все дружно. Команте Белогорье. Какую бабочку запустил сейчас Сафонов. Замена совсем не сработала. И 20 бола у Казани на подачу Гусалюка. Тоже не самый сложный. Но вот лишил одного из двух возможных шансов команду. Такой подачи игрок. Трудно винить молодого игрока. Да, такие вот ошибки. Ему было разрешено рисковать. Это понятно. Находит Гусалюк Ильяных своей подачей. Гроцер укладывает мяч точно по линии. И еще один шанс своей команде оставляет. Вот на подаче травится. Как-то травится надо усложнить, чтобы был шанс у блока. Блок там сейчас приличный. Три нападающих. Прыгучие. Высокие. Мусерский прыгучий. Гроцер Ильяных. Тут нужно затруднение. Леон справляется. Здорово и проходит первый темп. Отряснул Ащеву пасовать Игорь Кабзарь. И мы пятый сет увидим в этом матче. Впервые в этой серии решающая партия. Счет партии матчей. Два. Два. Это еще не все. Вся борьба впереди. Причем самое главное в этом матче. Мы дома. Только вперед. Альбом, ст� отfeld. Прикрой и штанг. Прикрой и штанг. Ну что ж, пятый решающий сет с колоссальным значением стратегическим, но если Белогория выигрывает, они гарантируют себе как минимум возвращение сюда, в Белгород, на свою площадку, к своему зрителю на пятый матч. Ну а если 1-1, кто там будет вспоминать, насколько убедительны накануне были 3-0, с которыми выиграли белгородцы, потому что счет в серии сравняется 1-1 и ближайшие два поединка в Казани, где тоже умеют свою команду поддерживать и где, конечно, хозяева должны себя по определению чувствовать более уютно. Хотя вот если вспомнить историю регулярного чемпионата, команды ведь по разу выиграли у друг друга именно на выезде. Вот по 3-1. Собственно, это единственные поединки, вот до вчерашнего дня были их в этом сезоне между собой очные. Гуцалюк. Ну, составы понятны, тут никаких уже изменений не должно быть. Посмотрим, кого центром вторым оставит Шипулин, когда нужная расстановка придет. Выискивают буквально Ильяных подачей казанцы. Неудачная передача на Мусырского не позволила тому атаковать. А здесь Тетюхин, тройной блок. Ну, как мог, затруднил, но решил рисковать. Все-таки Михайлов мяч вверх вылетел. Далекий аут, там касаний и не было. А какие поводы обращаться у Ащева к арбитрами, честно говоря, не понимают. Пол-метра над блоком, а касание речи точно не идет. 1-0. Дмитрий Мусырский на подаче. Ни одного есть у Белогория в предыдущем сете. Зевожелес выстоял перед этой подачей. Ильяных среагировал на тот же мяч, что Мусырский. И не упади он, он обязательно до него добрался. Так получилось, что и Мусырский-то в защите здорово сыграл. А вот помочь игроку не получилось. Уходит Дмитрий с площадки. Подавать будет Максим Михайлов 1-1. Брагина на Гроцера передача. Тот продолжает высочайший процент поддерживать. Но вот только в третьем сете. Там чуть-чуть у него был пониже процент. А так высоко за 50 держит. Конечно, важно иметь в концовке лидера уверенного в себе. И вот посмотрим, кто сегодня. Леон или Гроцер самые важные мячи забьет. Или самые важные подачи подаст. Сейчас как раз немец на подаче. В Леона и... Это есть. Пускай там не чисто. Да, все три касания Зенита смогли использовать. Но это было спасение. Борьба за живучесть. Ни в коем случае не шанс доставить мяч на сторону соперника. Хотя Капзарь молодцом. Отреагировал и пытался подкрутить. Через спину это очень трудно сделать технически. Так, с подкруткой собственным телом, что ли. Даже пытался как-то вот все-таки это осуществить. Ну, а Гроцер важное очко выигрывает. 3-1. Вторая подача не получается, но... Потому что мы видели в предыдущем сете. И это ведь немало уже. Есть кому ответить у Зенита. Автор единственного эйса в прошлом сете. Евгений Севажелес. В Брагина. Ну, Брагин вверх выбивает. Гроцер чихлит его Андрей Ащев. 3-3. Недолго было преимущество у Белогория. И очень важный момент, когда основного нападающего в пятом сете блоком закрывают. Тем более такого, который сегодня показывает игру Гроцер, да? Ну, а Севажелес может рискнуть. И вновь Брагина. Вновь далеко до того, чтобы центрального использовать. На откуп Тетюхину. Ну, куда-то на тройном блоке. Да еще такая низкая передача. Тут успеть хоть как-то бы перебить. И этого не успевает сделать. Белгородец. 4-3. И Казанский «Зенит». Выходит вперед в решающем пятом сете этого матча. И вновь хороша его подача. Вновь мяч у гостей. Леон по рукам бьет. Или иных успевает? Ну, что-то-то успеют хозяева. Нет. Пытался Тетюхин мяч перебить. И пытался при этом хоть как-то затруднить. Жизнь сопернику не получилась. 5-3. Таймаут надо брать Шипулина. И он сейчас это делает. Четыре очка подряд. В пятом сете. Глядя на предыдущую партию, можно ли бы это было поверить. Ну, все бывает. Тем-то и хорош волейбол. В общем-то наши ожидания, согласитесь, от этой серии сбываются. Даже вчерашний трехсетовый матч был хорош. Ну, а сегодня просто чудо волейбол мы наблюдаем. Двух равных команд по классу абсолютно где-то решает нюансы. И в каждом отдельном матче они могут быть разные и в пользу разных команд. Тут уж какие-то глубокомысленные выводы делать очень-очень сложно. Ну что ж, Белогория плюс два не удержала. Теперь плюс два у Зенита. Еще играть и играть в этом пятом сете. Хотя он, естественно, короче остальных. Симожелец продолжает подавать. На сей раз выльяных. Ну, примерно такая же доводка, как у Брагина у того получилась. А Тетюхин находит руки блокирующих. Опять на тройном блоке его заставили. И Тетюхин на подачу. Вербово тому-то было непросто. Просто выбил верх и все на откуп Леону. Леон попадает в Брагина. Теперь Гроцер на тройном блоке до пола опять. Как же они его пропускают, а? Где он находит эти траектории? Просто удивительно. Но опять же слетели к антенне. Ведь передача заведенная была за боковую линию. Вот сейчас зачем антенну закрывал Леон? Ну, чуть поближе ему сдвинуться, оставить это направление. Может быть, перекрыли бы этот удар. 5-5. Сергей Тетюхин на подаче. Удалось ему затруднить прием Вербово. А вторая подача не получается. Силы все-таки не беспредельные. Видно, что подустал, конечно, игрок. Ну, что тут же. Главный ветеран нашего. Да теперь, наверное, и не нашего. Тут недавно Горан Вуевич объявил о завершении своей карьеры. Тот игрок, который старше даже Тетюхина на высоком уровне продолжал играть. Ильянех. У нас маляра продолжают подниматься. После того, как он не забил, я думаю, что немножко так Драгон травится в нем. Не уверен. Ведь ошибка нападающего это еще и неправильный выбор связующего. Ну, так, подспудно. Но ведь это так. Об этом ведь думают. Тем более, как после того уверенность Тетюхин забил. Мы же помним. 6-6. Маляр на подаче. Тут уж не до экспериментов. Вновь Севажерец хорошо к ней подстраивается. Леон. Еще раз. И дважды его удается смягчить. Достанет ли травиться этот мяч. Не достал, но он по-прежнему в игре. Ильянех не будет рисковать. И Леон от блока в аут. И ему уже труднее поверх блока ходить на высоте. Приходится искать варианты именно с использованием техники хорошей. А не физической мощи, как в начале во многих случаях у него получалось. Здесь очень грамотно он попадает. 7-6. Кобзарь. Аут. 7-7. Ну что, с сменой сторон команды подберутся при минимально возможном разрыве. Это теперь понятно. Вот только кто будет впереди. Нам осталось выяснить. Драгон нравится. Отправляется подавать у хозяев площадки. 7-7. Какой же равный матч. Хороший прием у всего железа. И Максим Михайлов большим молодцом с групповым блоком разбирается. Повторил то же, что сделал Леон. По краю очень удачно попал. 8-7. Смена сторон впереди зенит. И казанцы же будут подавать. Естественно. Ну, друзья, смена сторон. Середина пятого сета. Мы продолжим. Дальше, дальше. Давайте, болельщики. Все, кто? Мы здесь. Мы вместе. Белгород! Белгород! Ну, а важный вопрос, кто? По-моему, Леон на очередь. Вот момент, наверное, один из ключевых в этом сете. Попил водички. Хотя это не очень-то разрешено. Ну, уж никто тут не будет придираться. И сейчас. На подаче Леон. Брагин. Ну, ничего, если в атаке соорудить тут не удастся. Не проиграют сразу этот мяч белгородцы. Ну, ведь как-то способ отбиться надо искать. А тут Леон на пайп. И пушечный удар в разрыв блока. 9-7. Подача все-таки становится решающим фактором в решающий момент. Вот только решающий момент мы видели. Понятно, что борьба будет до самого конца. Шипулин берет тайм-аут. Тут все понятно. С такой подачей так просто не совладать. Надо мешать. Надо мешать любыми доступными способами. Сбивать слик. Информация для Куцовюка. Владимира Олегна. Но главное все-таки как подаст Леон, да? Чтобы там тренеры сейчас не придумывали. Вот на данной конкретной ситуации все сводится к этому. Валеричкин наша игра на подаче Леон. Вот чуть потише подачи, чем в предыдущем случае. И Мусерский очко для своей команды отыгрывает. Хотя вот так. Не зря ведь Олег сейчас с Гусалюком беседовал. Было хорошее смягчение. На хорошей высоте. В нужном месте блокирующий оказался. И понимал, куда перевод играет Мусерский. Но остановить Мусерского. Даже если ты все знаешь и делаешь правильно, не всегда получается. Понятно. Ильяных. Ну не летит у него подача категорически. Ошибаться все меньше и меньше имеет право. Команда, которая отыгрывается. В концовке пятого сета. 8-10. Для Белогория. Зенит впереди. Гроцер. И куда попал мяч? Мяч попал в площадку. Очень важный момент. Длинный отскок. Всегда они очень коварные. Редко удается с такими мячами успевать. Но решает все сантиметры. И вновь получается одним блоком. Широкая очень передача. Косарева-Шипулин выпускает. Вместо Ильяных прием. И минус три для Белгорода при четырех очках, необходимых для победы в матче у Зенита. И это Эйс. Вышел Косарев для того, чтобы мяч пропустить. Начал гадать. И вот это уже ошибка. Ну, наверное, мало шансов оставляет белгородцам. Просмотры они не используют. Всем все очевидно. 12-8. Это очень много. Мог же принимать странное вообще решение. Которое, наверное, трудно потом и самому бывает объяснить. Понадеялся на свой большой опыт. Гроцер обман на удар. Передача была заниженная. Ну, тут всего железь уже так. На всякий случай решил рискнуть. Но ошибся, ничего страшного. Для той ситуации, в которой его команда сейчас находится, это не проблема. Не главная проблема. Просто так без борьбы мяч отдавать тоже ведь не с руки. Ну, Савянский, может быть, как одна из последних надежд хозяев на серию подач. Нет ли он уже давно подстраивается к этим подачам и принимает их раз за разу. Шанс на брейк и Войчко все же есть. Китюхин его кропотливо так отрабатывает, использует 10-12. Ну, и теперь только надежда вот и белгородцев, что Мусарский продолжит подавать так же агрессивно. За ним Гроцер. Ну, какие-то шансы, да, за счет хорошей подачи спасти этот поединок. У Олега свои аргументы. Берет тайм-аут. Ну, тут, наверное, в пятой партии все тайм-ауты тренерские выходят под чью-то хорошую подачу. Когда равна игра, это вполне объяснимо. Посмотрим, как после тайм-аута Мусарский. Ну, в принципе, когда у него подача летит, для него это вообще не проблема. Сегодня все-таки так с перебоями все это происходит. Поэтому только остается гадать. Вербова. Ну, выбитый прием будет высокий мяч. Ошибается Михайлов. Срывает эту атаку. Дарит какую-то надежду белгородцам. Сложный момент. Групповой блок. Хотел попасть сильно по рукам. Так надо понимать. Но не получилось. Два из трех брейковых мячей белгородцы отыграли. Мусарский по-прежнему на подаче. Неужели это еще не все? Нет. Не проходит у него подача. 13-11. И теперь только на мощь Гроцера уповать. Если до его подачи дело дойдет. Максим Михайлов может выстрелить. И рассчитывают на это, конечно, зенитовский болезнь. И хороша подача. Но есть и прием приличный. Гроцер закрывает его. Андрей Ащев. И вот это, наверное, все уже в этом матче. Теоретически, математически отыграться можно. Но как психологически воспрять в такой ситуации. При том, что она еще не под твоим контролем. На приеме еще туда-сюда. А ведь потом надо два брейковых мяча выигрывать. Ильяных возвращается вместо Косарева. Это просто паузу необходимо обеспечить на матч-боле. Казанцы очень близки к тому, чтобы выполнить вот ту программу, которую необходимо выполнять, когда у тебя нет преимущества в поле. Одну из двух побед увозить. И все возможность решить уже на своей площадке. Вильяных подачи летит. И атаковать Тетюхину. Отведенный мяч. Он рискует отчаянно. И этот риск оправдывается. Вновь такое маленькое чудо в исполнении главной, наверное, звезды нашего волейбола в последних лет. Но сейчас надо еще два чуда. При своей подаче это сложнее. Еще как вода с Гроцер. Сила есть. А вот что со стабильностью? Тут 50 на 50, да? Классный весело железь с этим мячом разбирается. Сам, правда, в атаку толком не успел, потому и едва его не заблокировали. Мяч на стороне Белогория. Гроцер! Не попадает и не касается рук блокирующих. И это все в этом матче. 15-12. Зенит добывает такую важную и нужную для себя победу. Сравнивает счет в серии. Но вряд ли все-таки думается преимущество своего поля. Здесь пока является основополагающим фактором. Нас ждут еще минимум два великолепных поединка. И будем с терпением их ожидать. На этом у нас все. С вами были режиссер Белла Сыченко, комментатор Владимир Стецко. Всего доброго. Мы сегодня с вами наблюдали великолепный, яркий, красивый волейбол. До новых встреч на площадках. Все. Так, что там еще? Ждем большой спорт. На выезде в городе Казани. Ага, слышь, слышь. Вместе с вами держим кулачки. И, конечно, всеми молитвами болельщики команды Белогорье. Что мы сейчас делаем? Ага. Ага. Спасибо. Спасибо.